Месяц назад рожала под группу тараканы. Да вы что? Да. То, что вы принимали за оргазм, оказалось бронхиальной астмой. Не надо ее обезболивать. Я могу сказать, что это придурки. Кого будем спасать? Мать или ребенка? В период беременности не глушаются и водочки тяпнут 150. Узнала о том, что она беременна на 27-й неделе. Работая фельдшером скорой помощи, мне прямо в руки родила 14-летняя девочка. Я сказала, ого! Говорит, вы можете сказать, что я дура, но мне казалось, что это метеоризм. Открылась сеть кофеин, где продают кофе с грудным молоком. Я без молока пью. Ой, господи. Наталья Викторовна, здравствуйте. Я вас очень рад видеть. И на самом деле наша с вами встреча сегодняшняя, она очень символична. Потому что ровно год назад в это время мы с моей супругой Настей были у вас на приеме. А на следующий день, то есть завтра, родился наш сын Давид. Мы вас поздравляем. Спасибо. С первым шикарным юбилеем. Да, и завтра ему уже будет годик. Вообще потрясающий мальчик. Я уже передавал приветы от Насти. На самом деле я хотел бы о чем спросить. Раз мы начали говорить о том, что мы приходили к вам и рожали. Мы же рожали вместе, можно так сказать. И в последнее время очень популярным становятся совместные роды парные. Когда мужчина берет на себя такую ответственность, идет с женой в родильный зал. Будучи уверенным, что он справится со всеми трудностями и проблемами. Выдержит этот возложенный самостоятельно на себя груз ответственности. Вот вы как считаете, мужчине, который действительно хочет поддержать свою женщину и присутствовать на родах? Не за дверью, а прямо вот в зале, как я, значит, находился. Мы обязательно выложим еще несколько фотографий трепетных, как это все происходило. Надо как-то готовиться. Каждый ли мужчина может выдержать то, что там будет происходить? Или вообще решил, пришел, родили и уехали? Вот вы представляете, я хотела задать этот вопрос вам. Какой? Как психологу и как человеку, который был на родах. Надо ли все-таки мужчинам ходить на роды? Нет, на самом деле... Что вам это дало? Как психологу, мне кажется, это вообще такой вопрос теоретически необъяснимый. Нет, теоретически объяснимый, а в практической части все может пойти совершенно иначе. Я когда шел с Настей в родильный зал, у меня, я не знаю, какой пульс был, но у меня сердце так колотилось. И когда мы еще перемещались по залу, я не помню, может быть, вы, а может быть, кто-то из ваших помощников спросил, как вы себя чувствуете, все ли у вас хорошо. Я не знаю, что эмоционально мне было спокойно, но я не контролировал все те процессы, которые происходили внутри. Потому что это же очень трепетно и ответственно. И у меня была такая ситуация у знакомых, когда он пришел на роды со своей женой, а тогда еще были видеокамеры такие модные, на руку надеваешь ее. Этот сумасшедший ходит, значит, по залу и снимает все. Вот здесь там приборы, вот здесь доктор, вот моя любимая лежит. И когда начинается процесс, этот дурачок подходит вместе с камерой, и камера у него, получается, в одну сторону смотрит, и он решил заглянуть туда. И падает в обморок. И камера это все, естественно, фиксирует. Вот он падает, и за кадром слышно, как доктор говорит, вытащите этого придурка отсюда. И кто-то его за ноги вытаскивает из родильного зала, а камера за ним просто по полу волочится. И это был стресс, действительно, для человека. Он потом долгое время не мог прийти в себя. Там постстрессовое состояние было серьезное. Я пережил это абсолютно нормально. Я настолько себя настроил, что мне это нужно, поддержать жену. Я вообще хотел присутствовать в этот момент. И какой пупочек я сделал Давиду красивый. Просто, ну, я не знаю, ювелирная работа. Так перерезал его. Ну, ладно я. Ладно я. Я и психолог, и много чего повидал в своей жизни. Ну, а как мужчине настроиться на поддержку женщины своей? Я вам хочу сказать, что, как правило, крупные мужчины, крупные, смелые, сильные мужчины падают в обморок, как нечего делать. При том, что они говорят, спокойно, я все видел. И они падают в совершенно неожиданных местах. Допустим, от запаха медикамента. Вот вскрыли какую-то ампулу анестезиологи, и от запаха медикамента он лежит. И доктор, который слегка не сдержался и сказал, вытащите этого придурка, мне очень понятны его эмоции. Потому что ты каждый раз можешь вот этого тащить. Ой-ёх. Это уж человека два надо, чтобы тащить. Но мы тоже не первый год работаем в партнерских родах. И партнерским родам, ну, лет 10-15-то есть уже. То есть стали ходить. Я помню первых мужчин, которые приходили на роды жены, по подписным таким бумагам от главного врача. То есть он один входил в какой-то своей там пижаме домашней, в специальных тапочках и так далее. И мы не знали, что делать, правда, с этими мужчинами. И мы, собственно, ну, мало обращали на них внимания. Потому что, вы помните, сам процесс, он всегда очень такой организован четко. То есть у каждого, все как по номерам, у каждого свое место. Каждый делает свое дело. Все очень четко, как в балете. Тут по-другому никак. И вот какой-то мужчина. И мы, собственно, где сами становились, там и его ставили. Ну, пришел и пусть стоит. И как-то мало на них внимания обращали. И очень много, конечно, падали в обморок. С годами мы научились делать это очень корректно. Это неизбежно. Мужчина на родах, это неизбежно. Да, он, скорее всего, помощник своей жене. Тут вопрос немножко в другом. Вот какие были отношения в семье? Такие они тут и будут. И мы, конечно, видим огромную кавалькаду историй. Когда если они дома... А как это проявляется? Ну, если вы и дома негладко живете, то вы и здесь будете так же себя вести. Это стрессовая ситуация. Как вы ведете себя в стрессовой ситуации с жене? По большому счету, любая женщина переживала отравление. По большому счету, любой женщина крутила живот. Ее рвало. И она была не в состоянии с вами говорить. И вы это спокойно переживали. Вы протягивали ей водичку. Говорили, как ты. Ну, по сути, в родах от вас требуют того же. Знаменитое то, что вы должны что-то там массировать и так далее, это, скорее всего, не сбудется, потому что все женщины ведут себя очень по-разному. И пока они не вступят в роды, они не понимают, как. Вы договорились дома, что вы будете массировать крестец, вы разольете масло лаванды и включите Эми Уайнхаус. Начинаются роды. И она говорит, пошел вон, не трогайте меня никто. И мы с огромным уважением к этому относимся. Ей не нравятся прикосновения. Ей не нравятся запахи. Ей не нравится эта музыка. И включаются совершенно другие треки. Я месяц назад рожала под группу Тараканы. Вы представляете, как хорошо шла группа Тараканы. И они говорили, никто так не оттягивает. Я нормальной жизни-то не слушала. А по внешнему виду этой пары было видно, что они любители группы. Это научные сотрудники. Да вы что? Да, все как полагается. Очки, знаете, все очень строго. И вот в этот момент, потому что это тот самый момент, когда ты выпускаешь бессознательное. И самое главное, что должны понимать все женщины, что они не должны ни перед кем строить картинку. Вот если ей перед вами не надо держать лицо, быть всегда в макияже, и она может себе позволить с распущенными, растрепанными волосами, босая, простоволосая, в рубахе кричать, то совершенно спокойно вы приходите, и вы ничего другого не увидите. Это обычные домашние вещи. Отдельная категория составляет пары, мы сейчас говорим без осуждения, правильно? Мы просто констатируем факты. Когда вы договорились дома, или, допустим, вы против того, чтобы ее обезболить, и вы знаете, как рожать, вот это бич всех врачей. То есть вы посмотрели на ютубе, что там смотреть-то. У меня было один или два контракта, которые приходили на заключение контракта, пары, прям друг за другом, и каждый из них говорил, а роды примет муж. Я говорил, в смысле? Ну пусть муж встанет и примет малыша, роды. То есть они считают, что это, знаете, просто, то есть это не надо годами учиться, золотые руки, акушерки, они вообще не для того. То есть он просто встанет и примет младенца, они все считают, что он как-то так выпадет. То есть вот такая у них была блажь дома, она, конечно, не проходит. Они оценивают как-то риски, что они могут навредить ребенку. Нет, ну в ютубе-то показывают просто. Он посмотрел на ютубе, он прочел, и он приходит с четким решением, мужчина, как это должно быть. У нас были ситуации, когда мужья отказывались от кесарево сечения при условии, что ребенку было очень тяжело. Муж подписывал несколько согласий, отказов от кесарево сечения, не давая подписывать согласие, со словами ничего страшного, родит. Даже понимая, что это угроза для жизни, и ребенку, и мать, и жене. Да, да, да. Или самый любимый маневр, опять же, без осуждения, ну раз уж такой разговор, это когда не надо ее обезболивать. Мою же маму никто не обезболивал. Я вот это очень люблю. Вы себе не можете этого позволить, я могу сказать, что это придурки. Ну, правда. Ну, причем тут твоя мама сейчас к твоей женщине. Ну, как бы мы искренне твою маму чтим, и она наверняка герой, совершенно точно. Ну, вот этот момент, вот это пары, которым бы лучше, наверное, не приходить. Это не наше дело. Мы справимся с любой ситуацией. Роды вообще удивительная вещь, потому что ты каждый раз выходишь как будто на сцену. Это каждый раз разные пары. Ты каждый раз в своих тапках входишь в чужую семью, влезаешь в чужие постели, и оттуда должен достойно выйти. Поэтому это всегда происходит без осуждения. Мы, правда, просто перечисляем факты, как это бывает. Поэтому в роды хорошо бы брать того, кто тебе помощник. Вот она смотрит на вас, и она спокойна. Вы рядом. Вы, если что, тут всех порвете. Ни если что не произойдет, и вы, конечно, никого не порвете. Но, Марк, не забывайте одну простую вещь. Если вы поговорите с мужчинами, вы удивитесь. Некоторые до сих пор боятся момента, который показывают во всех фильмах старых, советских. Выйдет врач и спросит, кого будем спасать, мать или ребенка. И вот это решение, это правда, это у многих в уме. Так же, как все, кто смотрел в обычных фильмах, они думают, что как только и зальются воды, она сразу родит. Ну, там в кино же так показывают. И когда у жены изливаются воды, она, может, еще двое суток не родит. С мужчиной происходит что-то несусветное. Их можно понять. Роль мужчины вообще удивительная. Потому что вы ничего сделать не можете. Вы над нами ничего сделать не можете. Вы не очень понимаете. Потому что состояние тревожности повышается. По психологии я должен спасать, что-то делать, бей, либо беги хотя бы, либо убегай. А тут убежишь, либо будешь стоять вместе, и все равно все не поменяется. Мы вот, кстати, сказали про то, что женщина в процессе родов может вести себя очень непредсказуемо. И Настя, когда рожала, я же помню, как она кричала, там где-то даже ненормативная лексика. И я решил ее немножко отвлечь. И я спрашиваю, блин, а ты что не надела серьги, которые я тебе подарил? И когда я увидел, с одной стороны, затуманенный взгляд, а с другой, как два зрачка пытаются сфокусироваться на мне, а я же еще близко вот так возле нее был, она говорит, ты сумасшедший. Я говорю, какие серьги? Я говорю, как, какие? Ну, помнишь, там такие три бриллиантика, гвоздики. И я вижу, как она действительно погружается в это воспоминание и говорит мне, блин, я не помню, где их... Да зачем они мне сейчас нужны? Я как-то пытался ее выводить, отвлекать, отвлекать. Но я был готов к тому, что, возможно, она будет кричать и в мой адрес, и просить меня удалиться, и застесняется. Но когда это все закончилось, и когда она пришла в себя, она мне сказала, что наоборот, ей было очень спокойно. Спокойно, конечно. Да, того, что я сидел рядом. А вот еще очень интересный момент, связанный с беременностью женщины. Вот, допустим, есть семейные пары, в которых очень часто возникает конфликт на уровне сексуальных отношений, когда мужчина только узнает о том, что женщина беременна, он впадает в состояние стресса, ему кажется, что он при половом акте может каким-то образом навредить. И я такие истории слышу много лет. Мужчины, кто-то звонит, кто-то напишет, спрашивает, Марк, мы узнали позавчера, что моя жена беременна. Срок там 4 недели. Что делать? Как нам теперь заниматься сексом? Я боюсь, что я там что-нибудь могу навредить, и, значит, зародыш выпрыгнет оттуда и убежит. Вот вы можете, даже не с точки зрения психологии, а вот с точки зрения физиологии женщины, дать понять мужчинам, насколько действительно опасен этот половой акт, и есть ли какие-то противопоказания для пар, когда они действительно не должны заниматься сексом в период беременности. Неважно, это первый, второй, третий триместр. Есть очень четкие показания и противопоказания. Ну, показания, понятно, а противопоказания очень четкие, и они всегда формируются очень элегантно. Знаете, такие медицинские законы называют физический половой покой. В идеале не жить половой жизнью до 12 лет, потому что мужчины, которые считают, что зародыш выпрыгнет, они недалеки от истины. До 12 недель. До 12 недель, да. Потому что произошло чудо. Произошло чудо, происходит формирование, имплантация, укрепление, закрепление. Это три месяца получается. Да, четыре. Три месяца, да, три месяца по четыре недели. Если пары считают, что не знают о своей беременности, продолжают жить половой жизнью, и ничего не происходит, это одна история. Вторая история, когда мы узнаем, они приходят на прием, мы узнаем, и мы просим по возможности воздержаться. Потому что произошло чудо, пусть малыш укрепится. Вот он там закрепится, в 12 недель обычно начинается послабление. Но совершенно четко ответить на ваш вопрос можно в 16 недель. Потому что в 16 недель формируется самое главное, самое замечательное, это плацента. И если плацента предлежит или лежит низко, то риск спонтанных кровотечений, а тем более во время секса, очень увеличивается. И это то самое, за что женщина получит физический половой покой, и мы попросим ее не жить половой жизнью, воздержаться. Второй момент, если есть у нее недостаточность со стороны шейки матки. То есть есть угроза преждевременных родов, грубо говоря. Или там введен специальный писарий, или наложен шов. То есть эта шейка уже как-то укреплена. Понятно, что здесь эта пара проведет тоже без половой жизни всю беременность. И самое главное, психологический комфорт. И женщина сама подскажет, когда это лучше, потому что ее тело будет трансформироваться, и трансформироваться будет в сторону секса очень благополучно. Она будет более красивая, она будет с шелковистой, красивой кожей, с невероятными густыми волосами, с высокой грудью. Да, вообще всю беременность она такая будет. Но после 16 мы узнаем, что точно можно. Будет немножечко застой венозный, и она будет совершенно другая чувствительность, иная за счет этого отека, будет иная чувствительность. И многие женщины открывают в беременности, равно как и мужчины, секс немножко с другой стороны. Плюс не забывайте самое главное, психологический аспект. Но она точно уже забеременела. Уже можно все себе позволить, и не сдерживаться ни ей, ни ему. Поэтому многие женщины и оргазм впервые испытывают во время беременности. И физиологически, это обусловлено отеком, немножко застойом крови, плюс гормонами, максимальными гормонами. Плюс с тем, что действительно они немножко расслабляются, но теперь уже терять нечего, теперь уже остороженничать не надо. Это тоже важный момент. А что значит остороженничать? Они предохранят свои мечты? Да, конечно, конечно. Больше половины пар предохраняется прерванным половым актом. Несмотря на то, что это не так эффективно, но они продолжают предохраняться. Поэтому все равно они как-то думают, нужна беременность, не нужна. То есть голова все равно немножечко как-то занята, а она бы хорошо, чтобы была свободна. Поэтому женщина подскажет сама. Все, что касается доношенного срока, еще очень переживают мужчины. Здесь обычно я говорю паром так, что вот, допустим, происходит какой-то период, когда он безопасный, с 36 недель точно можно, более того, с 36 недель та самая называемая в народе мужа терапия очень показана. Потому что в сперме мужчины содержатся простагландины. Простагландины очень хорошо помогают шейке матки подготовиться в роды, раскрыться, размягчиться и так далее. Эти же самые простагландины мы используем в одном препарате, который используется для индукции родов. То есть это хорошо, но обоим должно быть психологически комфортно. Я прошу никто, чтобы никого не насиловал. Во-первых, сама женщина вам скажет, хорошо или нехорошо. Она может плохо себя чувствовать. Она может быть более отечной. Она может быть одышлива. Она может быть неповоротлива. Ей может все раздражать. Вы это прекрасно помните. Поэтому это первый момент. А второй, мужчина действительно себе что-то представляет и крайне некорректно и неделикатно обсуждает какие-то размеры. Говорит, да не достанет он никогда ни до чего. Это недопустимо. А если достанет? Ох, ох, ох. Вот это пошли чисто мужские разговоры, Марка. А если достанет? А если достанут? Мужчины же разные бывают. Мужчины разные бывают. Мы берем среднестатистических мужчин. Но вот этот страх того, что ребенок, страхи разные. Они не могут быть смешными, потому что он себе это представляет. Ему кажется, что ребенок за ним подсматривает. Ему кажется, что ребенок рядом. Ухо приложил. Ухо приложил. Глаз приложил. Лоб. Они говорят, думаете, приятно, когда вам пол будто. Этого не надо делать, я прошу. Не надо никого насиловать. Если обоим комфортно, на самом деле в животном мире ни одни животные не продолжают совокупляться после того, как произошла беременность. Ни одни. Это чисто человеческая история, поэтому она чисто психологическая и всегда на уровне пары. То есть если женщина не получила противопоказаний, то врач очень четко. Как правило, с 16 недель или с 12-16 недель женщина получает согласие на половую жизнь, на спорт. Очень многие спортивные девочки занимаются, они просто немножко по-другому в спорт переходят, на перелеты или переезды. То есть это будет четко ограничено. Есть те, кому нельзя всю беременность. Это угроза преждевременных родов, это истинка цирокальная достаточность и предлежание плаценты. Наша бич. Все остальные, как уж договоритесь, какая культура в паре. Но если мужчина боится, он деликатен. У вас замечательный мужчина, отнеситесь тоже к нему с пониманием. Бывает так, что женщине надо, а мужчина боится. Ну вот тут тоже придется договориться. Наоборот бывает. Мужчина хочет, а женщина не хочет. Да, она боится. Потому что, а после родов? А после родов, попробуй верни либидо, когда женщина кормящая мать, и она мать, а не то, что Фрейд говорил обратно. И ей вообще очень сложно понять, что этот человек от нее хочет. Главное, произошло. Есть ребенок. Это, кстати, тоже был один из вопросов. Это секс после того, как женщина родила. Мне кажется, что я же, когда у меня появлялись дети в 20 лет, да, когда мне было там 24 года. То есть я был таким неосознанным папашкой еще. Я в принципе не особо интересовался тем, как женщина устроена. Но когда Настя родила, я отследил, тем более это же была вторая уже беременность у Насти, я отследил вот эти циклы видоизменения ее в пространстве вообще. И у меня не было такого опыта, чтобы, допустим, женщина в течение получаса изменила там 10 раз свои вкусовые предпочтения в кафе. Да, вот она сидит, заказала одно, ей принесли, она говорит, что-то я уже передумал, я не могу на это смотреть, заберите, несите другое. И вот эти видоизменения женские после родов. Мне кажется, женщина же проживает очень сильный кризис, когда с одной стороны социальный лифт останавливается и прямым текстом многие женщины, обращающиеся ко мне, говорили, вот я подхожу к окну, держу ребенка на руках, мимо проезжают автомобили, ходят люди, и у меня возникает ощущение, что жизнь закончилась. И вот это состояние постродовой депрессии, оно насколько свойственно в процентном соотношении женщинам, и можно ли его как-то отследить, какие симптомы? Я вам хочу сказать, что про послеродовую депрессию мы проговариваем с женщинами. Практически никогда не приводят родственники. Это удивительная история. Она, я думаю, касаема всех депрессий и послеродовых тем паче. Малыш кричит, в месяц начинаются животы, потом начинаются зубы, всем совершенно точно не до нее. И тут вдруг она стала дурковать с точки зрения родственников. У меня была пациентка, которая лежала на полу, и через нее переступали родственники со словами. Ну что ты лежишь, все в порядке, у тебя здоровый ребенок, хороший муж, ты должна радоваться, ты тут легла. Никогда практически не приводят родственники, равно как и анорексию. Если вы обратите внимание, анорексию никогда не приводят родственники. И перед тобой лежит человек, который 30 килограмм при росте, метр восемьдесят, и родители говорят, да он чайку сейчас попьет и встанет. Попьет, нормально все. С сахаром. Да, послеродовая депрессия точно такая же история, поэтому мы проговорим с женщинами. Но я вам скажу более того, если в анамнезе есть психические заболевания или какие-то заболевания, которые требуют особого присмотра, такой женщине лучше не кормить. Те женщины, которые выходят в окно с ребенком на руках, это, как правило, те женщины, которые кормили. Во-первых, сам по себе пролактин – это мощнейший гормон. Вы можете себе представить, что в вашем организме есть гормон, который производит питание. Не вам что-то там выбросило, дофаминчика, адреналинчика, кортизольчика. Это гормон, который производит питание чужому человеку. Ну, ребенок наполовину ваш, а наполовину генетически не ваш. Близкородственные браки встречаются, но, по счастью, очень редко. А потом, это же можно вспомнить, были молочные братья и сестры, когда весь подъезд кормила женщина. Были кормилицы. А вы не видели недавно в Перми, по-моему, открылась сеть кофеин, где продают кофе с грудным молоком. Это веганская история, веганы любят кофе с грудным молоком. Ну, это молоко, добытое не насильно у коровы, а женщина сама его принесла. Они сами приходят и сдают. Да, да, они сами приходят и сдают, то есть вы аккуратней с кофе, когда берете. Я без молока. Вы поэтому пьете без молока. Слава богу, здесь кормящих женщин в студии пока нет. Да, вы поэтому пьете без молока, только поэтому, но оно усиленно дорогое, вы увидите по цене. То есть это гормон, который в прямом смысле слово бьет по мозгам. Более того, чувство материнства, вот это щемящее чувство материнства. И все женщины проходят одни и те же стадии, на самом деле. И вот про это надо много говорить. О том, как родить, мы разберемся. Когда они готовятся к родам, по нескольку часов проходят техники дыхания, в этом нет ничего плохого. Это тоже настрой прекрасный, она не должна быть в истерике, в безумии. Но вот что происходит после, очень мало кто ей проговаривает. Что это не так, как картинка в инстаграме, что вообще хорошо бы понять, что от тебя хочет ребенок. И все женщины проходят одни и те же этапы. Синдром умной Хельги, когда они вдруг представляют, что он сядет на велосипед, расшибет коленку и рыдают так, что вам представить невозможно. Он еще не вырос, он вообще на этот велосипед не сядет. Или, удивительная вещь, кстати, присмотритесь, когда в женщине сначала рождается свекровь, а потом мать. Когда рождается мальчик с девочками, такого никогда с женщиной происходит. И она говорит, приедет какая-нибудь, заберет его. Я не помню, Давиду было два или три месяца. Мы сидим с Настей, а он спит. Она сидит и плачет. Я говорю, что ты плачешь? Но он же когда-нибудь вырастет и уйдет от нас. Да. Может быть, не будете знать, куда пристроить в 45. Два месяца, по-моему, тогда было. Нет, ну это же он же уйдет когда-нибудь. У него будет жена. Да. Дети, ну давай потерпим хотя бы, порадуемся лет 18-20, а там посмотрим. А вот... Я прошу прощения, она проходит этот синдром, она проходит синдром плохой матери, она обязательно плохая мать, она не понимает, что кричит ребенок, она не понимает, что происходит. Именно поэтому второй, третий ребенок бывает в такое удовольствие, потому что есть главное, есть второстепенное. О том, как протереть попу, это вообще становится очень непринципиально. Дать ли грудь или дать ли докорм, это тоже вопросы. По Монте-Сори уже, наверное, не будете воспитывать. И пустышку, знаете, всегда видно повторно родящих, они приходят с пустышкой в руке. И говорят, в прошлый раз не давали, спасибо, хватило. А вот вы как относитесь к различным? Не будем, вы уже сказали про Монте-Сори, не будем там перечислять другие системы воспитания. Я даже объясню, почему. Я недавно читал одну книгу очень популярного автора, детского психолога. У меня сложилось ощущение, что она пытается навязать чувство вины всем женщинам в мире, обвинив их в том, что они плохие матери. И что всю оставшуюся жизнь, если твой ребенок вырос, а ты упустил какие-то этапы возрастной психологии, ты должна каяться и извиняться. Там не прямым текстом это сказано, но все же. Вот вы как считаете, мама должна прислушаться к себе, потому что таких систем воспитания много. Есть система воспитания бабушки со стороны мужа, есть ее мама, есть какие-то подруги, у которых уже есть дети. Вот на что женщине лучше всего ориентироваться после родов в контакте с ребенком? Книги либо советы окружающих людей. — Знаменитый сын маминой подруги здесь возникает. Потрясающий, я не знаю, можно ли сказать, но я ее обожаю. Потрясающий психолог Людмила Петрановская. Она очень четко формулирует, она же создала школу родителей. И это же замечательно, как она формулирует, очень банально. Она говорит, сколько лет ребенку, через столько лет он ваш. Если вы взяли 15-летнего, он ваш в 30. Все сразу становится понятно. Я люблю такие схематические вещи. Она очень четко говорит, ребенку все равно с кем играть. Вот когда ребенку хорошо, ему все равно с кем играть. Бабушка, няня, соседка пришла, с ним поиграла. Но когда ребенок болен, вот кто склонился над кроваткой, тот и мать. Ты ему нужна тогда, когда он болен. Это значит, что какое-то время ты можешь и должна посвятить себе. Мать должна быть в ресурсе, она должна быть счастливой. Она имеет право выпить кофе с шоколадом с утра. Да, даже на грудном вскармливании можно съесть полосочку шоколада, выпить кофе и быть счастливой. И именно это женщина понимает ко вторым, к третьим родам. Что вот это его период жизни не важен. Он там играет, и пусть играет все с ним, слава богу. Но вот когда он заболел, она очень четко знает, что делать. И вот тогда он в ней нуждается, как, собственно, и все взрослые люди. Вот я считаю, что вот это самое замечательное. И женщина не должна быть какой-то рабой, быть в кабале. Но здесь устройство семьи. Поэтому основной этап подготовки к родам и к беременности должен заниматься тем, что вы должны наводить связи с родными и друзьями. Вот что хотите. Анализы анализами. Там всего-то три анализа, и разговора-то мало. Но вот найти добрососедские отношения и понять, кто вам реально поможет. И не испытывать иллюзии. И понимать, что если вы рожаете ребенка своего для себя, то вы рожаете для себя. Вообще, в принципе, бабушки с дедушками тоже не обязаны с ним сидеть. Но если у вас есть замечательные бабушки и дедушки, вы просто благословенные люди и молитесь на них. Потому что люди, которым можно доверить своего ребенка, это огромное счастье. Наведите мосты и поймите, кто вам действительно поможет, кто не поможет. Просто банально она вышла. Вы не представляете, когда послеродовый прием, через месяц-полтора включен послеродовый прием. Обязательно пациентки приходят, мы на них смотрим, мы проговариваем метод контрацепции, если надо. И мы разрешаем им все. Все, что запретили этот месяц, полтора и половую жизнь и так далее, мы все разрешаем. С каким счастьем она приезжает? Она приезжает ко мне, как на праздник. При том, что они же меняются. И ты ее помнишь одно дело беременной. Вот она в макияже, в прекрасном костюме. И ты говоришь, да можно было не приезжать? Она говорит, нет, нет, нет. Вот это выход, праздник. Вот она просто выехала из дома на три часа. Она не становится от этого плохой матерью. Вообще, понятие плохой мать, это ужасное понятие. И женщины очень много табуированы. Вы же сами знаете, как родила, когда родила. Общество точно знает, как и когда ты должна родить. Сколько детей ты должна родить. Должна ли ты кормить или не кормить. И так в этих жестких рамках. Плюс еще, ну понятно, что она, конечно, плохая мать во всем. Я очень всем говорю одну и ту же фразу. Женщинам я говорю, что вы должны запомнить только одно. Это получилось у всех. Нет женщины, у которой бы не получилось материнство, если она его хотела. Любить. Там надо-то любить. Все остальное. Ну, бывают ситуации, когда, даже в моей практике, когда у женщины, вот недавно был случай, мне девушка, женщина написала, я мама пятерых детей. Мне страшно об этом говорить, но я их не люблю. У меня ни к одному из них не проснулся материнский инстинкт. Я о них забочусь, понимая, что это необходимо делать. Я к ним по-доброму отношусь. Я их обнимаю, целую. Но внутри вот естественного желания подойти это сделать у меня нет. Я вот читаю книжки по психологии. Там написано, обнимайте, целуйте, говорите добрые слова. Я спрашиваю, а зачем вы рожали пятерых? Муж хотел. И вот мы одного, второго, третьего. И он такой довольный, счастливый, ходит, заботится обо мне. И там просто выяснилось, что с момента появления первого ребенка муж изменился кардинальным образом, потому что первые три пацана, а у него еще три брата есть у ее супруга, у них у всех девочки. И это была вот прям одна из проблем ключевых психологических. Он переживал, что у него будут девчонки. А у них получилось три мальчика и две девочки. И она говорит, он после рождения ребенка стал совершенно другим человеком в хорошем смысле. И где-то, возможно, она даже соглашалась на эту беременность, потому что, причем там беременности, ну, чуть ли не погодки все. Он в это время очень заботливым был, ласковым, внимательным. А до беременности таким не был. Вот она их нарожала. Бывало в вашей практике такое, что женщина не просыпается вообще никогда этот материнский инстинкт? Бывало так, что она немножечко по-другому предписана. Допустим, вы живете всю жизнь, и тут вам говорят, вы знаете, вообще у вас не любовь. Вы говорите, ну как? Нет, нет, не любовь. Любовь — это другое, когда приходит и просвещает извне. Я считаю, что если женщина забрала ребенка, заботится, обнимает и целует, то все, что она подразумевает под материнским инстинктом, это немножечко не то. Может, она не может идентифицироваться? Совершенно верно. Совершенно верно. Ей просто рассказали, что это не так. Я вам еще раз говорю. Я говорю, ну, это вообще не то. То, что вы принимали за оргазм, оказалось бронхиальная астма. Это вообще вы не о том. То есть ее просто просветили, а на самом деле, ну, что больше? Она рожает детей. Понимаете, женщина, которая родила... Еще такой есть момент, высокая планка, когда ей кажется, что она должна дать еще больше и любить больше. Может быть, она в сравнении с мужем, но понятно, что родители наверняка так делятся все. Если один более мягкий, второй должен быть более жесткий. Если они льнут к папе, и отцы-одиночки тоже встречаются. До сих пор встречаются пары, и, собственно, всегда будут встречаться, когда при разводе мужчина забирает детей, и он большая мать. Новосельцев был им большая мать. Поэтому он действительно воспитывает их лучше. Есть действительно мужчины, которые очень любят детей. Это редкая категория мужчин. Женильные, и которые родильные, и которые хотят детей. Это самый замечательный мужчина. Просто, может быть, она считает, что она до него не дотягивается. Но ее самокритика достойна уважения. Я считаю, что это очень надуманная вещь. Материнский инстинкт. Как любовь. Мы с вами никогда не поймаем. Кто-то из нас скажет, что я 16 раз был влюблен. В моей жизни было две большие любви доченька. Футболисты и скрипачи. Ну что можно сказать? Как можно разделить? Он просыпается у всех, у кого приходит молоко, у кого приходит пролактин. Я знаю другую категорию женщин, которые говорят, что я родила и сразу почувствовала. Я сразу. Я так чувствую детей. На самом деле, он приходит не раньше третьих суток, но вторых, может быть, во вторых родах, когда приходит молоко. Тот самый пролактин и дает это щемящее чувство материнства. Но опять же, что это? Если вы меня конкретно спросите, что это? То я вам ничего не скажу, кроме того, что он вырастет и уйдет от нас, и он женится и какая-то его заберет. Вот кроме этого мы не знаем ничего. Если бы вы сказали, что она рожает пятерых детей и отворачивается от них, такое я видела. Это одна история. Это послеродовая депрессия. Я видела ситуацию. Вот у меня был схожий с вами вопрос, стоит ли столько детей рожать, я прошу прощения, при всей любви к женщинам, к детям, когда она трижды рожала, и трижды она отворачивалась от ребенка, и раньше пяти лет он к ней подходить не мог. То есть до пяти лет его растили. Вот лет пять она их воспринимает, детей. До пяти лет он ей прям вот настолько ненавистен, нелюбим. Это понятно, это клиническая история. Все, что касается этой женщины, это просто, знаете, когда ей хорошо, все в жизни вроде лад, мир, она решила в себе покопаться. Ну да, мы с ней этот вопрос решили. Там и проблема с идентификацией чувств собственных на самом деле больше связана была с внутренней девочкой. И в какой-то момент времени с появлением детей у нее не осталось просто времени на себя. И вот это нейроассоциативные переносы на детей, да, когда я о них забочусь, а о себе не забочусь. Они в любом случае связаны с нашим психологическим состоянием, и, видимо, искала такое легитимное оправдание уйти в заботу о себе. И она так и делала. Накрутит себя, накрутит. Вот я плохая мать, у меня нет материнского инстинкта. Я спрашиваю, куда вы в это время идете? Иду в салон красоты, прическу себе сделаю, ногти накрашу, там, ну, как вы сказали, кофе попить, там, круассан съесть, по магазинам погулять. Возвращаюсь обратно, и опять хочется их обнимать. И так вопрос-то не в любви, а в том, что вы просто не восстанавливаетесь и не отдыхаете. Вы сказали, что если женщина забрала ребенка из роддома, значит, она уже нормальная, хорошая мать. А бывали такие ситуации, когда женщину в вашей практике или, может быть, ваших коллег, когда женщина рожает, ребенок появляется, она открывает глаза там утром и говорит, я не хочу его забирать, отдайте его кому-нибудь, и уходит. Ну, у нас, по счастью, очень мало отказников. Это одно из ступеней, почему там я замечательно работаю, почему у меня такие лакшери условия для работы. Не потому, что у меня замечательный госпиталь, где я могу поспать, помыться, у меня великолепные коллеги, которые когда-то были моими учителями. А сейчас они мои друзья и мои соратники, не в этом даже дело. Просто пул наших пациенток, я работаю в частном госпитале, это ни для кого, я думаю, не секрет, кто захочет погуглить, кто видит. И пул пациенток немножко иной. И это тоже очень важный момент, потому что это те точки, по которым ты строишь свою карьеру. Ты хороших случаев помнишь меньше. Случаи с отказниками, случаи смерти, инвалидизации, ты будешь помнить всю жизнь. И это тот груз, который ты будешь на себе нести. То есть, если, например, это может быть муниципальное какое-то, муниципальное учреждение, там таких ситуаций будет больше. Ну, мы же все учились, и мы все работали в Центре планированной семьи, это лучшая школа обширства. Там было 40-50 родов в день, и, конечно, там пул пациенток был другой, иной. Это был обычный муниципальный роддом. И там очень много было историй про родов 12 лет, про родов 14 лет. И там понятно, что были отказники. И, допустим, я очень хорошо помню девочку, которая родила двойню в 14 лет, и она отказалась. И усыновили родители. Потому что родители, представляете, 14-летние, то есть им, ну, около 30 было родителям, ну, там 30 с небольшим им было этим родителям. И они усыновили детей, очень часто так бывали, чтобы ребенок мог вернуться в школу спокойно. То есть она пропадала из школы, они усыновляли детей и выдавали их за свои. Сейчас это тоже как нечего делать. Но были и отказники. Сейчас тоже, к сожалению, встречаются дети-отказники. Этого очень мало, это единичный у нас случай. И это самое большое счастье в моей профессии, одно из самых больших, что действительно всех детей забрали, всех детей будут любить дома. И, как правило, это связано с каким-то заболеванием ребенка. То есть здоровых детей не оставляют. Это либо синдром Дауна, либо какой-то генетический синдром, которого они не хотят. Ну, я же знаю прекрасные семьи, где дети с синдромом Дауна живут счастливы, родители счастливы. Более того, те семьи, которые живут с синдромом Дауна, как правило, как правило, но там синдром Дауна тоже бывает несколько иной. Бывает так, что они более агрессивны, но там примесь чего-то. Но обычно те семьи, в большинстве случаев, которые живут с синдромом Дауна, они хотят усыновить еще одного ребенка с синдромом Дауна. Или они хотят забрать... Почему с точки зрения психологии? Потому что это не мной придуманная история. Дети с синдромом Дауна помогают родителям воссоединиться и пробудить в себе эмоциональный интеллект. Вот мы же часто живем, постраясь, и где-то даже от головы в большей степени, а не от чувств. А все-таки это детки, которые немного по-другому выстраивают контакт с окружающим миром. И это наблюдение специалистов, психотерапия... Господи, ну ладно, не будем дальше вспоминать эти слова сложные. И они действительно отмечают явные изменения в эмоциональной близости даже родителей друг с другом. То есть эти дети становятся объединяющим фактором вообще всей семьи. Родственники, даже дальние. И мне кажется, что здесь... Понятно, мы не можем обвинить людей, которые отказываются от этого ребенка. Там причины могут быть разными. Это нехорошо, я согласен. Но к этому нужно готовиться. Но надо не забывать... Если заранее, заранее, это же как-то при помощи скрининга... Совершенно верно, я про это хотела сказать. Вы понимаете, какая удивительная история. Люди кругом много читающие, много знающие. И молодые знают абсолютно все, и все прочли, и все посмотрели. Но каждый раз я слышу одно и то же. Ну, это невозможно. А с чего у нас синдром Дауна? Вроде нет никого в семье. Да у нас все нормальные. Нужно очень четко понимать, что все эти синдромы Дауна, Эдвардса, Патау, Шерешевский-Тернер, Кляйнфильтр. Это синдромы, которые возникают вдруг. Это поломка... Вот что такое синдром Дауна. Это поломка в плече одной из хромосом в одной из паре в 21-м. Просто маленький кусочек поломался. Понятно, что не может быть в семье дедушки с синдромом Дауна. Он просто не размножался бы. Он мог быть, у вас мог быть такой в семье, но это не значит, что это повторится. И частота повторений очень небольшая. Но вот смотрите, в прошлом году в Москве было 103 тысячи, если не ошибаюсь, 376 родов. 103 тысячи. До этого было по 106, а в 2017-м было 123 тысячи рождаемости. Это немножко другое. 103 тысячи с копейками рожденных малышей. Из них синдромом Дауна было 188. Но это тех, кто родился. Это тех, кто родился, тех, кого забрали. Ну или просто они появились на свет, мы знаем. То есть частота, встречаемся, не такая большая. А на каком реместре это можно выяснить? Есть два замечательных анализа. Первый анализ просто невероятный. Он называется неинвазивный тест, по-другому НИПТ. Это тест, когда у матери в крови выделяют ДНК ребенка, и начиная с 9 недель. Это тесты, чтобы вы понимали, можно сделать всю беременность. Но все вопросы с генетикой должны быть закрыты к 21 неделе. Потому что с 22 недель это роды, это человек, и это нельзя прервать. То есть нельзя решить проблему, если это проблема по-иному. Поэтому в 9-10 недель, как правило, лучше в 10, сдаются НИПТ. Женщина не натощак, сдает анализ крови, в нем выделяют ДНК ребенка, и с процентным содержанием 99,9 говорят, у вас мальчик или девочка здоров или нездоров. Он может быть более расширен, еще можно какие-то локусы посмотреть, можно так. Второй тест, он называется пренатальный скрининг. Он сдается в 12 недель. 11-12, максимум 13. Он делается с ультразвуком, но он общепопуляционный. Он не говорит, что конкретно у этой женщины есть ребенок. Он говорит, что ваш риск в популяции высок или низок. Ну, понятно, что если риск 1 к 14, то высокий. Хотя вот у меня позавчера была моя пациентка, она приходит уже второй раз, и у нас риск 1 к 14, но мы, по счастью, сделали НИПТ, и мы знаем, что все в порядке. Если есть разногласия по этим тестам, вот или НИПТ показывает, то еще более достоверным методом является забор амниоцинтез, забор вод, околоплодных вод на анализ, потому что там совершенно точно клетки малыша. Но НИПТ, я еще раз говорю, дает процентное содержание 99,9. У него только одно противопоказание, он дорогой. Он стоит 30 с небольшим или около 30 тысяч. Но это то, что нужно сделать. Другое дело, какая степень тревожности. И еще очень важный момент, Марк, мы не можем давить на людей. Если ко мне приходит пара и говорит, нам все равно, кто будет, мы заберем, это наш малыш, и ничего другого не помышляет, я отнесусь к этому с уважением. Они имеют право не сдавать никаких скринингов. В большинстве случаев люди хотят знать и дальше принимать решение взвешено. Хотят знать для чего? Сделать аборт, либо оставить? Либо сделать аборт, либо оставить, да, или быть к этому готовым. Быть к этому готовым, конечно. Но чаще люди готовятся к этому, понимая, что есть отклонения небольшие, либо преобладающие большинство тех, кто аборт делает? К сожалению, второе. К сожалению, такие детки редко появляются на свет. И, ну, мотивацию пар может быть разной, мы даже про это не говорим. У меня есть очень хорошая знакомая. Мне кажется, это история, которую нужно помнить всем женщинам. Я не умоляю сейчас нисколько достоинства мужчин, достоинства пары, значения семьи и так далее. У меня замечательно знакомая, абсолютный ангел, потрясающая совершенно девочка. У нее уже есть детки. У нее уже есть детки. Она сдала обычный этот скрининг, и там по нему было понятно, что риск очень высок. И по ультразвуку это видно, что малыш, скорее всего, будет синдромом Дауна. Я не хочу сейчас никого обидеть. Но она не сказала мужу. Мотивация была очень простая. У нее даже в голову не пришло, что может быть другая история. Это ее ребенок. Да, она, конечно, читала счастливые истории, что, бывает, все анализы показали, а малыш рождается обычным. Была такая ситуация. Она на это надеялась. Но она размышляла так, что если муж захочет уйти, он со здоровыми детьми уйдет. Ни пять, ни семь. Никогда в жизни никого не удержали. И проблемы не удержали. И не проблемы не удержали. Поэтому она оставила малыша. Но он родился с синдромом Дауна. Вот то, что вы сказали. Он вошел в эту семью очень органично. Он любим, невероятно. В нем столько любви, столько в нем ласки, что они вынуждены даже отдать его в детский сад чуть пораньше, потому что они не справляются с той лавиной любви, которая есть в нем. Я видела женщин с синдромом Дауна, которым было около 90 лет. Она жила в семье со своей сестрой, с ее семьей и так далее. Это вот такие абсолютные ангелы. Но насколько люди хотят это знать? Насколько ты можешь... То есть это решение, которое принимает пара, это решение, которое можно принять достаточно свободно. То есть можно остановить эту беременность. Огромное количество пар, психологически незрелых, можно так сказать, они, возможно, и принимают решение сделать аборт из-за того, что будут испытывать дискомфорт рядом с таким ребенком даже не в быту и взаимодействии, а что скажут люди, как они посмотрят, как я буду ходить на детскую площадку. Совершенно верно. Вы представляете? И какая это проверка отношений. Какая вообще всегда проверка отношений. Но я вам хочу сказать, что по собственным наблюдениям, когда рождается не малыш с синдромом Дауна, когда рождается малыш с какой-то тяжелой патологией, то очень редко семья остается полной. Я на моей практике всего несколько пар, которые остались вместе, более того, открыли какие-то фонды, молодые ребята, и они пошли дальше. Мы еще рожали детей дальше, все было в порядке. Это очень редко. Обычно это история для женщины, поэтому я сказала, что всем женщинам нужно примерно понимать так. Когда они собираются забеременеть и родить ребенка, какой бы ни был золотой муж, и замечать, дай бог вам долгих лет жизни. Но вот эта история, это очень женская история. Вообще, все, что касается ребенка, это всегда будет очень личная история. И представляете, вот мнение других для вас дороже, чем когда ты смотришь ему в глаза. Или вот, ну, что уговорить? Аборт — это всегда очень плохо. Это катастрофа. Вот если мы уже заговорили на такую достаточно табуированную тему, люди не любят обсуждать аборты. Вот у меня это очень частое основание, даже не для споров, а для того, чтобы высказать свою позицию. Я, естественно, против абортов. Если это угрожает жизни женщины, понятно, да, мы понимаем, что мы спасаем женщину. Но культура вообще в обществе сексуальных отношений очень часто и приводит к этой самой нежелательной беременности. Даже культура понимания того, как устроены женщины и мужчины. Два взрослых человека занимаются сексом, и это приводит к нежелательной беременности. Мы их не осуждаем, это абсолютно бесполезно, да. Иногда невозможно объяснить человеку, что такое мораль, что такое нравственность, что такое духовность, если он не знает этого, он не прожил этих состояний. Меня больше интересует, что происходит с женщиной, с девушкой, которая идет, делает аборт на уровне ее организма. То, что у нее с психикой будут проблемы, пусть не сразу, но ПТСР ее рано или поздно может нагнать. И очень же, это в моей практике, огромное количество женщин, они даже не догадываются, что посттравматический синдром не обязательно должен проявиться через неделю. Кого-то накрывает и через год, а кого-то, может быть, и через полтора года. Насколько это опасно вообще и для жизни, и для здоровья, и для следующей беременности? Ну, я тоже, как и вы, могу сказать, что я, естественно, против абортов. Пусть меня закидывают, чем хотят, пусть кричат женщины, что хотят. По одной простой причине я в этом работаю. И мы вынуждены были делать аборты, потому что мы этому учились. Мы учились в гинекологии, там другого не бывает. Это бывали выскабливания. Не всем повезло делать выскабливания на уже умерших этих малышах и так далее. То есть это то, что врачи ненавидят. Я могу высказать со стороны врачей, ни один врач не за аборт. Только если он, простите, на этом не зарабатывает, если он не делает деньги. Потому что я, к сожалению, встречаю тоже иногда как пережитки, ну, как врач, к которому приходят по беременности, когда этот же врач делает ультразвук, и он же говорит, так, тут все плохо, необходимо прервать беременность. И он же и прервает беременность. Мы не будем говорить об этих людях, это единицы. И это дно. Никогда ни один аборт не прошел бесследно. Никогда. Что бы они ни думали, что бы они ни говорили. Вот те самые женщины, которые кричат, у меня было 10 абортов и ничего. Вот это могут быть такие, знаете, уже женщины в возрасте. Но то, что тебя не накрыло, это твое счастье. Это генетика, видимо. Это твое огромное счастье. Но это никогда не бывает бесследно. Не для организма, когда ты сорвал на взлете весь этот... Вы представляете, что такое вообще беременность? Это организм подчинен только этому. Все органы, все системы работают на беременность. Специфические, не специфические иммунитеты. Кто-то снижается, кто-то повышается. Вот все, вот малыш получит все самое важное, самое ценное. Все подчинено этому человеку. Это такое невероятное чудо происходит. И вот почему-то на взлете, когда это прерывается, это огромная катастрофа для организма и в гормональном плане. И в психологическом я вообще молчу. Нет ни единой женщины, которая бы, не проходя много лет спустя, забыла этот день и не подумала, а моему бы было 6. А моему бы сейчас было 18. Плюс с годами, естественно, меняются ориентиры. И то, чего ты боялась, или то, на что ты не могла опираться, ты боялась потерять этого человека, он и так потерялся, он не стоил того. Поэтому я всегда говорю, что это любая женщина, которая решила завести ребенка, это чисто женская история. Да, безусловно, не приходят жениться с мыслями о том, что как будешь с этим человеком разводиться, но тем не менее такое стоит допускать. Это настолько важное решение психологически должно быть, что ты к этому готова. Будет ли он рядом? Посмотрите, вот для меня это идеальная история, история моей знакомой. Если он захочет уйти, он и при здоровых уйдет. Ну, ничего. Это вот к вопросу, когда мужчина ставит перед фактом женщину, узнает о беременности и говорит, мы сейчас не готовы. Беги от него. Делаем аборт. Беги. И женщина мне звонит. Вот я, возможно, это хвастовство, да, но у меня был период, когда я очень плотно работал с центром, оказывающим психологическую помощь женщинам беременным, которые хотят сделать аборт. И благодаря нашей команде, которую я сформировал в этом центре, больше 1200 детей появилось на свет. Из них, наверное, человек 60, это марки. Вот. И там много-много других разных библейских имен. И я почему об этом говорю? Вот я всегда утверждаю, твоя задача развернуться попа к попе, кто дальше прыгнет. То есть, если ты оказалась рядом с таким человеком, который не способен нести ответственность, там вообще нечего делать. А многие же женщины, думая, что она удержит этого мужчину возле себя, она идет и делает аборт. Какова вероятность того, что она больше вообще никогда не забеременеет? Вероятность низкая. Сейчас у нас очень хорошая технология. Вероятность для этого низкая. Она даже будет обезболена. Мы, безусловно, сейчас не осуждаем женщин, пытаемся их остановить. Я хочу сказать, что эффективность любого центра и вашего, я уверена, она высока. Потому что когда ты садишься, когда ты проговариваешь, мы не щадим времени никогда. Как бы я занята ни была, я заведующая приемного отделения, я принимаю этих пациенток. Я обязательно, я и мои коллеги, кто работает в приемном отделении, мы обязательно посвятим время, чтобы сесть и поговорить, банально поговорить. Тот мужчина, который привел ее на аборт, это уже, конечно, все бесполезно. Это дохлый номер. С ним разговаривать бесполезно. Потому что там нужно по соседству кабинет сделать с химической кастрацией. Знаете, он привел ее на аборт. Ну ладно, мы с вами, мы тоже сейчас вот это такие моралите, нам с вами легко, да. Мы высоко моральные люди. Это моя точка зрения. Тоже какие-то у нас есть и огрехи и так далее. Вряд ли мы должны их учить жизни. Единственное, что всегда очень больно бывает, и отговорить практически невозможно, и такой весь пыл не тратишь, когда это какое-то было тяжелое изнасилование. И понятно совершенно, что даже если она его родит, она вряд ли будет любить. Но тут такая история, понимаете. Тут правда тяжело, и для женщины не поймешь, что больнее будет, что тяжелее. Ну есть, да, я согласен с вами. Здесь невозможно женщину настроить. Да, бездумно. И я вам хочу сказать, что я тоже помню всех своих спасенышей. Я помню всех спасенышей, которых я отговорила. Более того, у меня есть несколько пар, которые и рожали еще после этого совершенно спокойно. И мы, естественно, этой темы никогда не касались. Вот недавно рожали ребята, но было-было у них такие мысли. Были, слава богу, что удалось отговорить. Мы раньше растягивали сроки, умышленно растягивали сроки, да, можете меня за это обвинить. А потом в какой-то момент мы говорили, все, поздно. Ну, пару, у которых уже есть двое детей, и которые я понимаю, что это совершеннейший их блажь, что они точно прокормят этого ребенка и точно полюбят. И вот сейчас что-то им взбеленилось. У меня была ситуация, когда приходили, вот несколько было пациенток, одни просто говорили, да у нас ремонт сейчас, ну вот вообще ни к чему, господи, где ремонт-то, где это? Это первое. Вторая у меня девочка говорила, ну, послушайте, я была в Израиле, обследовалась, но у меня не все идеально с организмом. Хочешь сказать, ну и где это идеально? И вот эти детки оставались. И дальше мы рожали следующих, и вы понимаете, они это помнят, потому что проходит какое-то время, они говорят, а этот-то ваш, ваш или ваш, они называют, спасенышей мы помним всегда. Вот мое удовлетворение от работы, оно в том числе и вот на этих детках держится, которых удалось отговорить. Если сесть и поговорить с женщиной, вдруг окажется, что вот это ее страх, и великое, оно невеликое. И то, что он ее запугал, или то, в каких условиях она оказалась, безденьжие и так далее, да, это в большинстве случаев можно решить, и это огромное чудо. На это надо работать. В современной психологии есть инструменты, позволяющие женщину вывести из кризиса так называемых сомнений, когда она действительно в состоянии шока. С одной стороны, неадекватный мужик, который усиливает это состояние стресса, плюс ее внутреннее состояние. То есть там даже в течение двух-трех сессий человека можно привести в порядок. И вот то, что вы сказали, когда вы строки оттягиваете, то есть в принципе это же период адаптации, когда она, и он, и она постепенно принимает это как норму, выходит из стрессового состояния, могут уже анализировать абсолютно не эмоционируя. Я вот вспомнил одну историю, я не помню, как этот проект назывался, телевизионный, где я ведущим был, но просто у меня все проекты, они связаны с женщинами, там было много беременных. Хорошо устроились. И у меня, представляете, в общем, девушка узнала о том, что она беременна на 27-й неделе. На вопрос, как такое может быть, я говорю, ты что, ничего не чувствовала? Она мне отвечает, Марк, вы не поверите. Первое. Я начала жрать как не в себя, но я это все сваливала на то, что я влюбилась в молодого мужчину. И на таком приподнятом настроении ела и ела. Я действительно начала поправляться. Набрала, наверное, килограмм 12. Я говорю, слушай, ну там же шевеление как-то, ты не чувствовала? Вы можете сказать, что я дура, но мне казалось, что это метеоризм. Было такое у вас когда-нибудь? Истории не частые, но встречаются. И встречали всегда. Еще все боятся родить, не поняв. И я обычно рассказываю, что родить в койку, не поняв, это было бы огромным счастьем. Но это удалось только одной женщине с канала ТЛС, которая весила 300 килограмм, которая не знала, что она беременна, поэтому она просто родила, в койку, потому что она не понимала, что она рожает. Несколько случаев было таких. Как она забеременела при таком весе? Прекратите. Прекратите. Это называется бодишейминг, эйджизм. Сейчас нам припишут все. Ну, спокойно. У нас были такие пациентки. У меня была изумительная пациентка, которую я обожаю. Невероятно. Она, знаете, бывает. Женщины же в разных весах разные. Женщины — это же не вес и не одежда. Я согласен абсолютно. Это такой внутренний состояние души. В ней было больше 150 килограмм. Но она была такая обаятельная, такая невероятная. Это серия женщин, которые так нравятся, знаете, и шарфик какой-то. Тут подвязала, тут какой-то ремешок. И она изумительная. И она встала на весы. Весы у меня находятся около двери. Ну, вы помните, в кабинет входишь, там же сразу весы. А муж, он такой стыдливо сидел сюда в коридорчике. И она встала на весы, и там было больше 150. И потом она мне рассказывала, что... Да, беременная была. Да, да, да. А до беременности. Вот. И она мне рассказывала, что у нее говорит, а что в тебе 150-то? Когда женились, вроде 130 было. Хочу сказать, святой человек, 130-150, вообще разницы никакой нет. Поэтому она, конечно, чувствовала шевеление хуже. Истории, когда даже худые девочки чувствуют шевеление хуже, принимают за метеоризм, и качают пресс, засунув ноги под батарею, они очень часто. Ну, недели 26 и так далее. Ребенок может по-разному шевелиться. Они действительно могут это воспринимать за метеоризм. У нее может быть нерегулярный цикл. Есть женщины, у которых менструации приходят раз в полгода. Ну, собственно, их столько-то и не было. Она и не обращает внимания. Или вдруг забегла, забеглась. А дальше как в фильме «Любовь и голубь». Помните? Сначала испугалась, потом «Че такое?» Потом «Че делать?» Не знаю. Поэтому это такое бывает, такие истории случаются. В какой-то момент они не понимают. Или на фоне лактации. Мы всегда говорим, что пол коридора пациентов сидит на прерванном половом, пол коридора сидит на лактации. На лактации. То есть эта женщина не увидела свою менструацию, она, собственно, ее еще какое-то время не увидит. Погодки же так появляются. И она очень долго не понимает. Живот после родов еще не пришел в норму. Ну, живот и живот. Они продолжают кормить. Более того, они борются за это кормление и продолжают кормить прямо до самого последнего момента. Поэтому нет, такие истории встречаются. Действительно, и эта женщина не то, что они какие-то глупые или что-то там непонимающие. Они вообще не должны разбираться в анатомии. Да, но они действительно это воспринимают так. Я изучал статистику. Значит, опрашивали семейные пары. И задавали вопрос, занимаетесь ли вы сексом в период овуляции? Большая часть пар... Спросили, что такое овуляция? Нет, ну да, было много людей, которые вообще этого не знают. Я вот недавно выступал, там, 1200 человек в зале. Спрашиваю у мужчин, поднимите руки, кто знает, когда у ваших женщин овуляция? Две руки. Три, может быть, было. И почему я задал этот вопрос? Это же самый такой прекрасный период для того, чтобы и мужчина, и женщина испытали такое душевно-эмоционально-физическое воссоединение, когда женский организм к этому предрасположен на 100%. А многие семейные пары стараются, наоборот, избежать сексуальной близости в период овуляции. Не дай бог мы залетим. Нехорошее слово, конечно, но оно часто используется. Вы как к этому относитесь? Все-таки нужно раскачивать. Это влияет же и на либидо женское, и вообще на ее сексуальную конституцию. И многие сексологи дают рекомендации именно начинать работу над чувственностью, сексуальностью в период овуляции, когда женщина в состоянии сексуального газа, и все у нее классно. Вы видели знаменитую картинку, такая мем, когда женщина до овуляции. Посмотрите, чудик какой в момент овуляции интересный мужчина. Конечно, гормонально она предрасположена к зачатию, и это что-то, что сильнее ее. И что бы она ни думала, она выглядит по-иному. Более того, когда в овуляцию женщина входит, неважно куда, к фотографу просто сняться на загранпаспорт, он обратит на нее внимание. Он чувствует это. Она ничего делать не будет. Она от телефона не оторвется. У нас это называется эстрогеновые дни. То есть каждая женщина знает, когда у нее эстрогеновые дни. И понятно, что она по-другому себя ведет, она выглядит по-иному. И поэтому мужчины, которые подняли руку, они точно знают, когда их женщина более мягкая, более красивая, более сговорчивая, более чувствована. Я у Насти вычислил давно уже это. Это очень интересно наблюдать, во-первых. Я девушкам даже не рекомендую. Вот есть девушки, да простят меня все невротички этого мира, в невротическом состоянии. Они в состоянии одиночества, тоски внутренней. И ходят на свидания. Я этим им всегда говорю. В период овуляции ни на какое свидание не идешь. Не горячись. Если ты не уверена в том, что ты способна после этого свидания с холодной головой вернуться домой, обдумать, кто перед тобой находится. Они в период овуляции, я говорю сейчас про опустошенных женщин, где-то даже со сломанной самооценкой, идут на свидание. Естественно, и мужчины это чувствуют, и она испытывает некое возбуждение. Как вы сказали, вроде бы до овуляции фу, а так-то и ничего. Хорошенький. Это помните, как Москва слеза не верит, когда Екатерина в электричке посмотрела на Гошу. Да, да. Так смотрела сверху, снизу, вверх. Да, 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 я тоже не люблю нечищеную. А потом, это самый лучший мужчина на свете. Видимо, тогда у него овуляции не было. Вот. Ну, надо все-таки делать это или нет? Календарный метод самый отвратительный для предохранения, поэтому про него забудьте. Вы никогда не поймаете. Овуляция может быть и в самом начале цикла. При условии, что классический цикл 28 дней и овуляция в середине цикла, на это рассчитывать точно нельзя. Сперматозоиды способны жить до 7 дней, несмотря на то, что говорят по 3, 5 и 7 дней они выживают. И календарный метод забудьте раз и навсегда, если вы собрались так предохраняться. Если вы же собираетесь понять свою женщину, то вы, конечно, должны понять, что менструальный цикл двухфазный. Это все, что вам нужно знать. Менструальный цикл двухфазный. Вот когда ее трогать, когда ее не трогать, совершенно понятно. Когда она вам более резко ответит или менее резко ответит, и когда подходить к ней с важным решением или не подходить. Когда она более чувственна и когда она менее чувственна. Мужчина, выучите, все очень просто. Менструальный цикл двухфазный. Вы сказали про мэн, я сейчас вспомнил, в ютубе где-то есть ролик, где не отечественный, не наш, он, по-моему, французский, подходит мужчина с мороженым, типа эскимо, и там написано, что предминструальный цикл у женщины, он дает ей, чтобы она попробовала, как собака, проходит уже, наступает следующий этап, он подходит ей, дает мороженое, ну, начинает, естественно. Да, спасибо. Здесь собрались интеллигентные люди, неловко. Это действительно, это действительно правда. Я еще, знаете, о чем часто задумываюсь, ведь есть женщины, которые в период беременности, когда они беременеют, они вообще закрываются и от социума, и от своего мужчины, и таких мужчин очень много, они даже не то, чтобы жалуются, они не знают, что с этим делать. Я люблю свою жену, я хочу быть рядом с ней, я хочу о ней заботиться. Она переехала в другую комнату, переклеила обои, поменяла мебель, создала там себе какие-то обособленные условия, потом появляется ребенок, она только с ребенком в этой комнате, никого не впускает, у меня ощущение, что я там вообще лишний. Вот мы просто о женщинах говорим больше, но хотелось бы и мужчинам дать как-то наставление, как мужчине себя вести, если жена и в процессе беременности, и после родов его держат на дистанции. Есть какие-то способы на практике, то есть теоретически мы можем все что угодно сказать, я тоже. Вот какие-то практические действенные способы для мужчины, как его, во-первых, выселить ребенка из комнаты жены и вернуться в общую кровать. Вот именно поэтому к беременности нужно готовиться эмоционально, понимая, что у вас очень крепкий хороший тыл, и что у вас будет что положить на этот алтарь. У вас должны быть какие-то свои ритуалы. Когда я выписываю послеродов пациенток, я прошу их питаться так же, как они питались до этого. Вот что принято в семье? Вы варили суп или вы варите каши, чтобы хотя бы ритуал совместной еды у вас остался. Не будет секса месяц-полтора, он будет запрещен, и женщина точно ходить не будет, и вы вряд ли к ней подойдете. Там могут быть швы, могут быть какие-то повреждения, просто он противопоказан месяц-полтора. Она не будет так внимательно выслушивать вас о том, что у вас произошло на работе. Она не будет сидеть на краешке ванны и смотреть, как вы бреетесь влюбленными глазами. Она все время будет вскакивать, отбегать к ребенку, и этот маленький человек займет все ваше пространство. И здесь очень важно понять, с эгоизмом вы или без эгоизма, потому что мужчина должен участвовать так же. Равно как и женщине нужно примерно понимать, что он пришел с работы, он усталый, он встревоженный, вообще все в мире не ладится, и он не обязан тебе помогать. Будет очень здорово, если он займется малышом, но он пришел с работы, и она его ждет. Это самое тяжелое испытание, мне кажется, вот к этому надо готовиться. И она его ждет, потому что она в туалет банально сходить не может, она все время с младенцем на руках, или с этой люлькой она ходит по квартире. И она думает, что он сейчас придет, ее и спасет. И он с работы пришел уставший, а вот обычного не было. Поэтому у них хотя бы остается совместная трапеза, вместе сели, вместе поели, немножко поболтали. Дальше она вскочила и побежала. Ничего, кроме того, что смириться и воспринять своего ребенка как часть себя, и то, что ты уже не тот мальчик, и ты уже не тот мужчина, да, ты добытчик, все что угодно в этой семье. Но это часть тебя, и ребенку нужно посвящать время, и жене своей нужно посвящать время. И то, что она хорошая мать, а не вот что-то другое, да, там, что-то она в постели не изображает и так далее. Тоже, кстати, навязаны стереотипы, что все женщины должны быть прекрасной матерью, общественницей, и там что-то, и все уметь, и так далее, и тому подобное. Да, должна женщина такой быть. Ну, спасибо. Но равно, как и мужчина. Не все же мужчины миллиардеры. Да, есть избранная часть. Да, и не надо. Не все мужчины чемпионы мира, либо олимпийские чемпионы. Какая-то избранная часть. Почему мы должны требовать от женщины, чтобы она была мастером спорта во всех видах спорта? Да, и на кухне, еще и в постели. Да. Я всегда говорю мужчинам, если ты хочешь, чтобы твоя женщина была озорной девчонкой с тобой в постели, ну, избавь ее от тех дел, которые мешают ей быть озорной девчонкой. Совершенно верно. Я вот даже смотрю, особенно я помню, когда только Давид появился у нас, и я как не открою глаза, Настя сидит вот так. Как коршун. Да, сидит, качает его. Я тогда еще грудью кормила его. Держит его возле груди. А я переживал, у меня был страх, что если она, она правда не высыпалась, он беспокойно спал, у меня был страх, что она может, держа его на руках, уронить его. Ну, уронить, свалиться сама, конечно. И я услышу, что она встает, я тоже не сплю. Поднимаюсь, заглядываю, она поворачивает голову. Че? Я говорю, ты не уронишь его? Она говорит, блин, я же мама. Да. Я же мама. Ну, все равно страшно. И мне кажется, что вообще вот эта коммуникация мужчины и женщины, мне очень понравилось, как вы сказали, я вообще об этом первый раз на самом деле слышу, что поведение мужчины и женщины в родильном зале отражает, я буду использовать это с вашего разрешения у себя на лекциях, отражает их общий фон взаимодействия. Вот какие они в жизни, такими они там и будут. Я сегодня ехал, когда сюда, в инстаграм, в пробке стою, что листаю, и там короткий рилс, и написано, супруга явно не этого ждала. И картинка роды, она рожает, он стоит, на камеру снимает, он заглядывает внутрь, у него начинается рвотный рефлекс, и прямо у нее на духом, у жены. Она вот с такими глазами и на него, и кричит, смотрит. Ну, мне кажется, это катастрофа, конечно, но ладно. Ну, вот это ответ на тот вопрос о том, надо ли брать мужчин в родах, если вернуться, то надо брать того, кто тебя реально поддержит. Если он паникер или он контролер, то это тот момент, когда, наверное, можно сходить без него. Поэтому чаще всего лучше ходить, допустим, без мамы. Потому что мамы очень волнуются, очень переживают. Мама проходила все то же самое. И она так это близко к сердцу принимает. И у нас была ситуация, когда мы удаляли маму с родов, потому что в момент, когда ей было очень плохо и очень тяжело, и все это было долго, она говорила, ну, ты ведешь себя сейчас на троечку. На троечку. Время, да. Знаете, как мама-учительница, ничего плохого сказать не могу. Этот год посвящен учителям, мы все их обожаем. Но, тем не менее, вот понятно, что вот это брать с собой не надо. Вот такую историю брать с собой не надо. А так, как вы себя вели, так ведут стрессовые ситуации. Ну, ясное дело, что если он контролер, она никуда от него не денется, она его возьмет с собой. Но, опять же, я вам хочу сказать так, в оправдание. У нас были ситуации, когда мужчина запрещал своей женщине обезболиваться. Запрещал. Понятно, что мы на него смотрели несколько кос. Она кричит, ей больно. Мы предлагаем анестезию. Она согласна на анестезию, но он против. Вот такая модель. Но это же не он рожает. Она принимает же решение. Марк, ну вы же тоже прожили жизнь, вы же тоже понимаете, что так не бывает, таких чудес не бывает, что они одинаковы, что семьи, которые так живут, они одинаковы. А потом вдруг оказалось, что это ее были условия, что он-то как раз был за. Вообще, мне кажется, поправьте меня, если не так, поведение, нормальное поведение мужчины, когда он видит, что его женщине больно, он говорит, умоляю, обезболитесь, делайте что угодно, ей больно, ей страшно, что-нибудь. Он, собственно, для этого пришел. И когда он так холодно говорит, не надо, это очень подозрительно в семье. И у нас была замечательная история, когда анестезиолог писал, оставил карту, и вот мужчина отказывался, он говорил, очень интересно, какие же там отношения в доме-то. Я себе как представлю, что я свою вторую, а особенно первую жену мог бы не обезболить? Ох, да я готов был ей общий наркоз сделать, не то что эпидуральную. То есть вот такие отношения. Ну, оказалось просто, что они договорились на берегу, и что она будет просить, а он обязан до последнего, и она как ему сказала, он откуда знает, он перепуганный. Я еще раз говорю, мужчины в родах перепуганные, они не понимают, что делать. Он не может вдруг нас всех привести в чувства, или он вообще не понимает, как надо. Другой вопрос еще у меня, кстати, возник по поводу вашего рассказа. Куда деваются вот эти видеозаписи? У нас раньше тоже всегда они снимали, вот непосредственно. Мне всегда было интересно, в какой момент они это смотрят, или кому они это показывают. Эти ребята показывали своим друзьям, но он был против. Не хотела бы я прийти к ним в гости. Он не успел снять все, что происходит. А вот кто-то успевает. Кто-то успевает, да. Но этот не успел снять, и когда его не было дома, там собрались гости, пока он не приехал с работы, жена говорит, ребят, хотите, покажу? Посмеяться. Ну, давай, только не рассказывайте, я вас умоляю, ему хорошо. Все сели так, ой, как это мило, о боже, там это все же вначале, она ничего не рассказывала никому. И тут эта картина, упал, за ноги тащит, за дверь ему прям вытащили, это камера у него вот так на руке, люди мимо ходят, медсестра подошла, разговаривает, начали приводить его в порядок. Но он просто мнительный такой. Я вот еще хотел спросить по поводу алкоголя в жизни беременной женщины. Мнения разделяются, да, кто-то говорит, что если женщина вдруг захотела и очень прям почувствовала, что ее тянет, выпить пиво, либо бокал вина, либо шампанского, ну, там есть женщины, которые в период беременности не гнушаются и водочки тяпнут 150. Я серьезно, я сижу в ресторане, сидит беременная женщина, ну, я не знаю, какой у нее срок, я не разбираюсь, но живот большой. И это, она не полная. Одно дело, когда можно просто перепутать полную женщину, а она сама худенькая все, живот огромный. И я не ошибся, ей приносят, вот в таком, она с мужем сидела, приносят графинчик. Муж наливает водку себе, вот, и пьет. И между ними начинается диалог. Я не слышу, о чем они говорят, но так невербально понятно, что они пообщаются, пообщаются, она прям облизывается, смотрит туда, берет у него рюмку, понюхала, ну, пожалуйста, и вот так, ну, одну. И он наливает ей рюмку свою, отдает, и она хлоп ее, так села. И отпустила. Я отпустила ее. Это как, это вообще, это допустимо, недопустимо, последствия, риски какие. Давайте так, те женщины, которые выпивают не только водку, но и две бутылки вина в день, я такое встречала, они не спрашивают разрешения. Они просто это делают, им все равно, что скажут. И в период беременности тоже. И в период беременности не прекращают, что жизнь не останавливается. А это по анализам как-то, можно определить, что это влияет, алкоголь влияет на ребенка? Малыш рождается в абстиненции, ребенок рождается в похмельном синдроме. Это, знаете, те дети, когда, допустим, в обычном, вам расскажут, в любом детском отделении такое встречалось. Нет, он не с перегаром, но он реагирует на ватку со спиртом. Раньше их так вычисляли. То есть бедному малышу подносят ватку со спиртом, чтобы протереть, что-то там сделать, или пупочек обработать раньше. Ну, сейчас тоже спиртовыми салфеточками. А он за ватку, и у него болит голова, ему тяжело. Да, да, совершенно верно, так реагируют малыши. Поэтому женщины, которые выпивали до и выпивают во время беременности, они спрашивать не будут. Мы говорим сейчас о прекрасных, милых женщинах, которые сомневаются, и которые, в принципе, не пьют или выпивают немного. До 21 недели, конечно, хорошо бы это прекратить. Нервная система формирует. Формируется все. 21 неделю заканчивается основной органогенез, и малыш уже как есть. Дальше будет просто увеличиваться размеры, нарастать, коммуникации и так далее. До 21 недели важно. Это первое. Второе. Мы разрешаем чуть-чуть, но надо понимать, почему она хочет выпить. Скорее всего, это связано с дефицитом каких бы то ни было. Либо витамина В, либо это банальная анемия. Но проще разрешить, допустим, сделать глоток. Никогда я не видела непьющих, непьющих беременных, которые бы пьяными приехали в народы. После 36 недель мы разрешаем им выпить. Есть ряд исследований, которые говорят о том, что 2 бокала вина или шампанского женщина имеет право выпить. И в период кормления, и во время беременности бесследно. Считается так. Ну, про наркотики мы не говорим. Это вред всегда, там не может быть. Ну, если она пригубила немножко холодного шампанского, вот как вы показали, совершенно верно, ее оттянет, ей будет так хорошо. Или, допустим, какой-то большой праздник. У кого-то свадьба вообще происходит. Ну, о чем говорить? Вот она сидит, как брюква на этой своей свадьбе. Она немножко пригубит. Да, это такое состояние социальной отстраненности. Да. Но эти женщины должны быть готовы к тому, что общество бдит, что вы и показали. Да. И родственники бдят. И разрешение — это одно. Одна история, совсем другая. Как отреагируют окружающие? Они же точно знают, что нельзя. После 36 недель это связано с тем, что наступает самый важный момент. Каждый день мы ждем родов. И каждый день родов ждем не только мы, но и вся родня, все знакомые. И женщину изводят так, особенно учитывая, что сейчас мы совершенно спокойно уходим до 41-42 недель беременности. Мы не укладываем стационар в 40 недель без показаний никогда. Мы спокойно все ждем. И этот период ожидания, он очень странный для женщины. Она вроде что-то должна сделать, чтобы рожать, но что? Она ничего сделать не может. Вот мы просто говорим, ждем, ждем, ждем. И понятно, чем она спокойнее, чем она расслабленнее. Мы всегда рекомендуем комедии, половая жизнь, если это возможно, теплые ванны, чтобы она была максимум в релаксе. Она пригубит шампанского, ее отпустит или пригубит того же вина, она почувствует себя человеком, ей будет хорошо. Вот про этот алкоголь мы имеем право говорить. Про напиваться, конечно, нет, потому что дети рождаются в абстиненции, все, что попадает в ваш организм, попадает и к нему. Другое дело, что там попадает в микронах. Я был на одном мероприятии, день рождения, по-моему, там все так красиво, белый шатер, река, джазовый оркестр, все в красивых платьях. И стоит мужчина с женщиной, мои приятели, она с животом беременна, и прям напряженно разговаривают друг с другом. И он так психанул, отходит в сторону. Ну как ей объяснить, что какое шампанское, как она беременна. Я говорю, слушай, ты у нее вообще спросил, она хочет напиться, что ли? Или просто оказаться частью общества, которое ходит в шампанское? Да. И она его не будет пить. Ну, она пригубит. Да, ты сейчас принесешь ей бокал, она просто будет губы мочить и ходить со всеми чокаться. Да. Потому что она себя чувствует отверженной, отстраненной, покинутой. И отдай ей. И правда, она взяла этот бокал, она весь вечер с ним ходила и не сделала ни одного глоточка. Она подходила к людям, вот так, цык-цык-цык, просто губы намочит и дальше ходит. Но это же психологический фактор. Да. И к этому нужно прислушиваться обязательно и женщине, и мужчине. А вот знаете, как в обществе говорят, здоровая женщина родила больного ребенка, алкоголичка, нарожала десятирых и все здоровы. Бывает же такое? Нет. Ну как нет? Чудес не бывает. Таких чудес не бывает. Что подразумевает под здоровы? Руки, ноги на месте ходит, разговаривает. Во сколько он разговаривает? Как он ходит? Давайте так. А потом есть же знаменитая эта история, это же ваша психологическая история, да, когда есть один успешный, один неуспешный сын, и каждый из них сказал, я сын алкаша. Этот крайне успешный, этот крайне неуспешный. Поэтому тут как повернуть? Нет, это абсолютный миф. Поэтому о том, что здоровая женщина родила больного ребенка, да, к сожалению, это случается. И когда случается смерть или инвалидизация ребенка, и женщины начинают общаться с подобными женщинами, оказывается, что огромная, огромная, огромная когорта женщины это пережили. И ты встречаешь только такими людьми, понятно. Но то, что у алкоголицы все, ну это такое, знаете, табу общества, не будем. Во-первых, какая она алкоголица, она может, там, вы раз ее пьяной видели, не более того, та, которая под забором валяется, ее дети нездоровы, поверьте. Нет, бытовой алкоголизм уже присутствует, каждый день по два, по три бокальчика вина. Ну, какая судьба у этих детей? Они также продолжают рожать, как она, в 13, в 14 лет, непонятно от кого, плодиться, и в школу никогда не ходили. У моего папы есть такая фраза, он очень часто на людей, которые ведут себя асоциально, говорит по пьянке рожденной. И так-то, если подумать, в процентном соотношении большая часть зачатий беременности происходит как раз-таки в состоянии алкогольного опьянения со стороны мужчины и женщины. Праздник, вечеринка, подвыпили, а статистически еще... Расслабились, и все стало хорошо. Практически среда и пятница, или четверг-пятница, или среда-пятница, это самые распространенные дни, когда случается и незапланированная беременность, и планированная беременность. Не знаю, почему надо, кстати, поизучать. Более того, Марк, я вам скажу, что издревле, как было, так и есть, как бы наш уклад в жизни не менялся, сентябрь и октябрь, бум рождаемости. То есть это дети, зачатые в январские каникулы. А чем людям заниматься? Салат поели, оливье съели, холодец съели. И это, вы знаете, что раньше это было большим камнем преткновения, что раньше очень многие женщины прерывали беременность. Вот тоже, кстати, это тоже вопрос к обществу. Прерывали беременность, потому что они приходили и говорили, я принимала антибиотик, не зная, что я беременна, или я была, мы были выпившие, я не хочу. Пусть лучше все будет чисто, гладко и замечательно. Когда чисто, гладко, замечательно и ожидаемо, и в овуляцию, очень редко когда случается, чудо не любят, когда за ним присматривают. Вот когда расслабились, самая часто встречаемая беременность, это беременность, которая вообще не к месту, вот совсем не к месту. У меня была пациентка, которая забеременела в тот момент, когда ей удаляли ногу. В результате автоаварии, была такая известная авария, она вышла поставить значок от аварийной остановки, и в этот момент ее сбила машина. И ей отрезали ногу по кускам, пытаясь сохранить как можно большую культю, и в этот момент она забеременела. И это, с одной стороны, спасло нас, ее от безумия спасло, потому что, когда в тебе другая жизнь, то понятно, что жизнь, весь уклад меняется, не только для женщины, для мужчины, для всех он меняется. Понятно, что это ее спасло от какого-то безумия, мы выносили, мы родили, она была на протезе. Кстати, удивительная тоже история, когда старший ребенок мне говорил, ты знаешь, какая моя мама крутая, знаешь? Я говорю, да. Он говорит, мама, покажи, покажи. И она поднимала брючину, она говорила, моя мама киборг, видишь, киборг. Ну, у нее была такая железная нога к тому, что, понимаете, вот, ну как, она зачала под наркозом, под рентгеном и так далее. И это бывают самые замечательные, самые чудесные дети. Поэтому ждать, когда вы будете, безусловно, есть пары, которые ждут какой-то кристальной чистоты, посещают Тибет, принимают фолиевую кислоту очень заранее, и как-то к этому готовятся. Ну, понимаете, а чудо почему-то не происходит. А чудо происходит вот так. Ну, выпьемши были. Ну, ничего страшного. Я еще раз говорю. Да как хорошо было. И опять же, вопрос вам про, я извиняюсь, алкашей, наверное, нельзя их, или алкаши не обидятся. Да что они не смотрят в YouTube? Как-то, может быть, толеранты? Эти люди нас не смотрят, мы можем их костерить. Можем, да. Начнем. Ну, что же вы раньше не сказали. Вот, кстати, у их детей, насчет здоровья я очень сильно сомневаюсь, у всех были такие соседи, все их видели, у них нет претензий к своим родителям, они их обожают, обожают. Это у нас с вами еще может быть что-то, где-то нас перелюбили, где-то, может, нам чего недолюбили. Вот вы говорите все время претензии к этим бедным родителям, это бедная мать с отцом не знает, что сделать. Это ужас, да. Да, я перелюбленный ребенок, меня слишком любили, кого-то недолюбили, и кто-то, когда мне, допустим, коллеги на работе рассказывают, что они всю жизнь пытаются заслужить любовь своей матери, или любовь, что там заслуживать, ты выявился, уже счастье. Моя мама мне всю жизнь говорит, день твоего рождения, самый счастливый день в моей жизни, самый счастливый день. Я часто даже у женщин спрашиваю, которые обвиняют родителей своих в том, что, в общем, они не могут быть успешными и так далее. Вот, общаюсь с девушкой, задави вопрос, можешь перечислить какие-нибудь прекрасные события и достижения за последних пять лет своей жизни? Конечно, я получила диплом красный, я устроилась на работу сначала помощником начальника отдела и доросла до руководителя департамента. Я сама, сама, хочу отметить, купила себе квартиру и машину. И ты считаешь, что во всех этих твоих достижениях ни генетически, ни ментально, ни психологически родители никак не поучаствовали. А как они в этом поучаствовали? Ну, действительно. А вот если у тебя не получается построить счастливых отношений с мужчиной, либо еще какие-то трудности сталкиваются здесь, ты прекрасно готова обвинить маму и папу. И она еще идет в гештальтерапию и сидит там пять лет. Я ни в коем случае не против гештальтерапии, там профессионалы классные есть. Давайте я выступлю, я против. Да? Почему? Ну, вообще не люблю. Да? Ну, бред, я прошу прощения. Есть хорошее малость, но их единицы, а все остальное. А все остальное – это ретравматизация. Закрой тебя, да. И вперед будешь путешествовать. Пришла с запросом проработать обиду на маму, а закончили ее неизвестно вообще кем, соседом дяди Федей. У алкашей нет обид на маму? Нет. Никогда. Никогда я не встречала. Мать валяется в канаве кверху попой, она самая замечательная. Мама устала, мама с работы, мама нас любит. Мы не ели четыре дня, но мама нас любит. Так же, как у деток, которые оставлены в детском доме. Это же удивительная история, что они всю жизнь ее ждут. Они всю жизнь ее ждут. Они стоят у этих прутьев и говорят, мама встанет на ноги и заберет меня. Мой золотой. У них нет обид на маму. Они к вам никогда не придут. А это просто молодая дурочка еще, господи. Мама и папа живы, здоровы. Какое счастье. Никому в больницу с супчиком не надо идти. Какое счастье. У них женщины по 50 лет, по 55, по 60, она идет в психотерапию, потому что она до сих пор обижена на маму. Разная система любви. Есть действительно родители. Я вам говорю, сколько я встречаю. Это удивительная история. Есть родители, которые их так любили, и они так любят. Ругают. Или, допустим, никогда хорошего слова не... Но если ты до 50 лет никогда не обняла свою мать, если ты с ней не разговариваешь часами, у меня вообще огромное счастье. У меня мама и папа совершенно одинаковые. Мама и папа у меня настолько идеальны, настолько замечательны, настолько друг друга восполняют, что это что-то несусветное. Это, наверное, самое большое счастье в жизни. Такой оплот. Когда у тебя есть такой фундамент. А у кого-то нет. Кто-то способен не разговаривать годами с родителями. Годами. И это лучше, чем с ними разговаривать. И кто-то выражает любовь через боль и через вечные какие-то понукания. Я знаю таких коллег, им по 50 лет, а мама все еще ей недовольна. Мама все еще ей недовольна. Она чего-то там не достигла. Поэтому тяжелая история. У алкашей такой истории не бывает. Все идеально. Дети прекрасные, здоровые, как вы говорите. Но это миф. Нездоровые они. Они все с задержкой психомоторного развития. По одной простой причине. Ими никто не занимается. Они физически могут быть здоровы. Ресурса может хватать. Но ими потом никто не занимается. И они очень плохо говорят. Если они сами вдруг им не повезло, и кто-то из родственников ими не занялся. Вы же прекрасно понимаете, что ребенок как грибок расти не может. Что его кто-то к чему-то должен прививать. И удивительно то, что я замечала. У нас были такие... Одно время у нас были такие соседи. Мне казалось, что эти дети... Это было большим откровением. Должны вырваться из этой жизни. Они должны по-другому жить. И тут вдруг выясняется, что они живут еще хуже. Еще хуже своих родителей. Потому что... Но я только потом поняла, что это модель их семьи. У них другой модели не было. Почему они должны хотеть жить, как я? Учиться, стремиться и так далее. Вот им вот так все очень нравится. Очень много детей рожать, кстати. И совершенно спокойно сидеть на обеспечении государства. Но они и матери. И так далее. Ну, тоже, опять же, не в осуждении. Просто я сказала про то, что не бывает их здоровья. Их здоровья не бывает. Это большое заблуждение. Хотел спросить еще. Есть какой-то способ... Я сейчас знаю способ, о котором я знаю. Есть какой-то способ мужчине и женщине вычислить календарный день перед эвуляцией, чтобы зачатие привело к мальчику либо к девочке? Нет. Большие N-E-T. Я сейчас расскажу просто, откуда я знаю этот способ. Я послушал высказывание одного достаточно уважаемого человека в медицине. Он, значит, говорит, что мальчики очень быстрые сперматозоиды. Девочки... Более тяжелые, более медленные. Более медленные, да. Соответственно, если ты хочешь, чтобы у тебя была девочка, тебе нужно выбрать такой день до эвуляции, когда она еще не наступит, там, за три, за четыре дня. Мальчик, естественно, мальчики прибегут, никого не встретят, сдохнут, девочки прибегут, получится все. Если ты хочешь мальчика, то тебе нужно, соответственно, поближе к дню эвуляции, либо в самый день эвуляции заняться сексом. И он там прям статистику приводит. Марк, 50 на 50. Это хорошая идея для стартапа. Это замечательная идея для стартапа. 50 на 50. Если я угадала, я гуру и гений. Если я не угадала, ну, значит, не угадала. Никогда никто на это повлиять не может. Это как в том самом анекдоте. Помните, когда человек решил повторить Бога и сказал, я тоже из пыли при помощи пленовения сотворю человека. Он говорит, сотвори. Он говорит, давай пыль. Он говорит, нет, милок, пыль твоя. Пыль сделай. Поэтому так не бывает. Это 50 на 50. Если повезло, я угадала, это так же все равно, что я положив руки на живот. Раньше же пациентки у нас спрашивали, кто у них будет. А мы по остренькому животу, по ее лицу. А есть такой способ определить? Ну, он тоже такой, условный. Ну, равно так же, допустим, есть доктора, которые четко определяют двойни. Вот на маленький срок уже четко. Ты чувствуешь их. Это вот то, к чему мы с вами начали без камеры разговорить, что девочки и мальчики разные. Мальчишка врожденный, он внутри мальчишка, он маленький мужчина, он очень реагирует на женщину-врача. Ты подходишь, а он волнуется. Ты сердце слушаешь, а он чуть быстрее бьется. И в родах они по-иному себя ведут. И девочки, и мальчики в родах по-иному себя ведут. Ты можешь попасть пальцем в небо. И у тебя будет 50% людей, которые напишут, он гений, он все предсказал, он никакого отношения к этому не имел. Это случается без вмешательства человека. Нет. Если это не ЭКО, не селекция пола, она, по счастью, у нас запрещена. То есть невозможно отбирать себе. Уже так вмешиваться. Мало того, что ЭКО определяет, кому жить, кому не жить, так еще и по полу. Раньше выбирали. Но это было принципиально для семей, где были только мальчики или только девочки. У меня есть пара, у которой было 4 мальчика. 4 мальчика. И когда они забеременели пятый раз, вот они все время пытались забеременеть тоже. То с топором, то с чесноком каким-то. Они пытались там спать. И в какой-то момент муж не выдержав, я сказал, я тебя умоляю, можно по-человечески? Уже без вот этого два дня до обуляции, два дня после. Умоляю. Просто банально как-то. И у них случилось с девочкой. Более того, учитывая, что они, видимо, не ликовали, у них никто не спрашивал. И когда я задала вопрос, а кто-то знает, они говорят, никто не знает, что у нас девочка, потому что у нас никто и не спрашивал. А мы никому не говорили. И это удивительная история. В момент родов они позвонили, прямо с рода у кресла, они позвонили четырем мальчишкам, которые остались дома и сообщили, что у них сестра. И возникла гробовая тишина. А там такие мальчишки, старшему 12 лет, и он такой, нянька, нянька. Нет, спокойно. И он такой, нянька. И они там гомонились. Они сказали, мама родила. Они ура, ура, мама родила. И сказали девочку. И они так замолчали. И он, что вы замолчали? Мы хотели мальчика, брата. Он, вас и так четверо. И старший, просто великолепный мальчик, он сказал, а что с ней делать, с вашей девчонкой-то, ну, в плане того, что няня. Вот к тому, что уже никто ничего не спрашивал. Понимаете, никакие методы не срабатывают. 50 на 50. Если он угадал, он гений. Если не угадал, ну, так бывает. Мне нравится, когда женщина беременная, вот сидит за столом вся семья, еще и родственники, близкие. В 100% мальчишка будет. УЗИ показалось сегодня правильно, это не девочка у вас. Нет, нет, вспомнишь мои слова. Потом, когда появляется мальчик, даже те, кто говорит, что будет девочка, они говорят, я же говорила. Да, да, да. Так же, как из даты родов. Я знаете еще, что замечал? Очень часто женщина после родов впадает в состояние уныния. Даже не столько, ну, понятно, там физиологические процессы, гормональные, эти биохимия. Но, вот я даже пример поведу Настю. Она, особенно на последних сроках, там, седьмой, восьмой, девятый месяц, была в такой атмосфере невероятной любви и заботы, не только с моей стороны, со стороны всей семьи. Папа мой ей носочки надевал, сапожки застегивал. Но я и так ее постоянно из автомобиля с ручкой встречаю. Ну, она была в каком-то невероятном потоке заботы. И вот, когда Давид появился, она сидит мне и говорит, и плачет. И ты что, мне теперь никто не будет носочки надевать? Этот эффект покинутого детского лагеря, когда ты был на взлете, дофаминовое состояние такое, а тут состояние отвержения. Этому есть и физиологические, и эзотерические объяснения. Я вам хочу сказать, что когда женщина беременна, она горяча. И чтобы, допустим, замедлить какие-то процессы, ее нужно немножко охлаждать. Допустим, ей всегда хочется более прохладные напитки. Обратите внимание, им всегда жарко. Беременные зимой приходят к тебе в легких сарафанах, им всегда жарко, нужно открытое окно. Это бонус беременности. Им всегда жарко, им всегда тепло. Когда происходит рождение ребенка, то есть в тебе жизнь, в тебе другой человек, который со своей судьбой, со своей планидой, который мы не знаем, мы никогда не знаем, кого мы родили, мессию мы родили, будущего президента или какого-то великого негодяя мы родили. Я вам напомню, что Наполеон родился 700 грамм. 700 грамм родился Наполеон, и ведь выходили. И ведь выходили этого борца. И так далее. То есть все как-то так рождены. И это очень горячее состояние. Когда женщина рожает, когда другая жизнь ее покидает, когда сердце перестает биться под твоим сердцем, это состояние опустошения. И эту женщину нужно наполнять горячим. Горячие наваристые супы, горячие чаи и так далее. Много любви. Это совершенно нормально объяснимо. Ну как? Вот у вас было двое, и вы остались одна. Это другой разговор тоже очень интересный должен быть для вас про суррогатное материнство. Что испытывают женщины, которые идут на суррогатное материнство? Можно ли поставить грань? Можно ли поставить бронь? И представляете, насколько психологически эта история тяжелая? Возможно ее поставить, эту грань? Я считаю, что нет. Ну, я вам скажу так. Несколько лет назад я видела иных суррогатных матерей. Это были суррогатные матери, которые, допустим, просили на него посмотреть. То есть, ну вот она рожает ребенка, и она говорит, а можно посмотреть? Ну ты 9 месяцев, 10 месяцев, дальше 40 недель, ты 10 месяцев носила его под сердцем. Сейчас нет. Сейчас очень прагматичный подход, но это объяснимо. Она должна ставить эту бронь. Но останется ли это? Ну у кого какой психотип? У меня была пациентка, которая выносила ребенка для своих знакомых. Бесплатно выносила. Такая у меня была изумительная. Там было очень много проблем. И я очень много общалась с ней до этого. У нас несколько рожденных совместных детей. И она, конечно, сказала, что это настолько страшно и настолько черная дыра. И она после этого много лет не восстановилась. Хотя она... Ну там тоже была такая история, что она отдала малыша в семью, естественно, для которой она... Ну это были просто их знакомые, которые не смогли выносить. И в этой семье начались дичайшие скандалы. Дичайшие скандалы, потому что муж почему-то не соответствовал дьявам жены. И он не был как сосед и не вставал к ребенку по ночам. А он, естественно, в пылу какой-то ссоры ей упомянул, что она не особо-то и мать. И вообще она не выносить, не зачать не могла. И они забывали его несколько раз где-то на улице. У него была пневмония, у него был цистит. И она говорит, мое сердце рвется. Я не могу. Хотя он был такого же пола, как и ее предыдущие дети. То есть это даже не другой пол. И она сказала, это так странно, непонятно. Это так ужасно. Когда ты носила, ты его чувствовала. Он шевелился. Он реагировал на тебя. И тут ты родила, а его у тебя нет. Вот это странно. Мне кажется, это и есть ад для женщины. Ну, кто-то умеет ставить границы. Для женщины, которая прочувствовала контакт с ребенком, даже суррогатная мама, блоками можно их сколько угодно ставить. Но даже в вашем случае, да, с подругой. А вы понимаете, кто идет суррогатной матери? Это тут женщины, у которых минимум двое детей. Ну, один редко. Как правило, двое детей. И у которых очень большие проблемы с деньгами. Это очень часто бывают семейные люди. Это семейные женщины. То есть это не просто какая-то там девица решила так вот разбогатеть. Это очень часто бывают семейные пары. И вот те деньги небольшие, которые они получают за суррогатным терринством, там очень четкий протокол. И это не огромные, это никогда не миллионы. Им хватает, допустим, чтобы купить небольшой домик для своих детей. А зачем выходить замуж за мужчину, который для того, чтобы обеспечить свою семью, заставляет женщину носить чужого ребенка, еще на этом зарабатывать? Он, с ним могло что-то случиться, Марка. Это могли быть совершенно нормальные отношения. С ним могло что-то случиться. Он может работать в колхозе и не получать деньги. Он может всю жизнь работать в колхозе и не получать деньги. Вы же считаете, что все так хорошо живут? Мне кажется, живут только Москва, Питер и Сочи. Отъедьте на окраину. Это все так же. Я считаю, что женщина должна связываться с мужчиной, который в полной мере несет ответственность, готов к ответственности. Понимаю, что если она даже забеременеет и появятся дети, он сможет ее содержать. Это идеальная модель. Это не идеальная модель. Это модель, благодаря которой мы дожили до сегодняшних дней. Я не против тех людей, которые зарабатывают мало. Я знаю, что в регионах есть люди, которые зарабатывают копейки. Но и понимаю, что естественное желание быть в семье тоже присутствует у человека. Но тогда подходите более разумно к рождению детей. Зачем? Да, я знаю, что меня осудят. Это Жириновский, помните, сказал покойный? Зачем плодить нищету? Вот нарожают по 8-10 человек, и все нищие ходят, голые босые. Может быть, подходить к этому вопросу... Понятно, что не только семья должна решать, не только институт семьи, экономические институты, государства. Сейчас, слава Богу, последнее время мы видим, повысили вознаграждение женщинам за рождение второго ребенка, различные социальные программы. Это супер. Но мне кажется, что кроме этих социальных программ нужно еще работать с семьей с психологической точки зрения, подготавливая их к сложностям, которые их ждут с момента зачатия и до момента появления ребенка. Не для того, чтобы насмехаться над кем-то, у этого денег нет. Я себе никогда не позволю сказать человеку, это там нищеброд какой-то. Нет, но вот даже в этом случае, который пример привели. А мне кажется, это хорошая модель семьи. Вам не кажется, что это хорошая модель семьи? Если муж временно не может зарабатывать, она не истерит. Временно? Да, он может много работали. Все же прекрасно знают, что так как маленькие деньги, заработать тяжело никакие не удается. Я говорю про мужчину, который не хочет зарабатывать, не хочет развиваться, а женщина заходит с ним в отношения и не рожает. Ну, это вы говорите про больше, чем пол-России. Модель, где женщины работают еще уже давно, нормальная модель. Поэтому, ну, как-то они вот так живут. Ну, как-то они так и живут. Ну, что вам сказать? Все измениться не могут, и уж, наверное, вряд ли это я должна их этому научить и сказать, как надо. Вы упомянули ЭКО. Вот я хотел спросить. Допустим, я когда-то работал на телеканале «Спас». Ну, естественно, вы понимаете, что отношение православной церкви все-таки к ЭКО. А вы понимаете, в чем подвох? Почему такое отношение? Нет, я-то, да. То есть я понимаю, что там есть определенные принципы духовные, которые вообще говорят, что эти дети без души. Знаете, вот. Ничего подобного. Их спокойно крестят. Неправда. Их крестят. Нет, но я не говорю про всех. Есть такое мнение, что вот. Если ребенок, ЭКО, значит, это дети без души. Ну, если он без души, как-то же он, как он живет, у него что-то другое. ЭКО без Бога тоже не бывает, я вас уверяю. Там тоже его промысел. Я с этим абсолютно согласен. Да, то есть если все сложилось таким образом, что этот ребенок появился, значит, так должно было быть. Так должно было быть. Но позиция церкви не с этим связана. Я знаю. Она связана с выбором, который падает на женщину. В ЭКО ходят... Раньше считалось так, что если пара 7 лет вместе живет регулярной половой жизнью, и у них нет детей, они бесплодны. Сейчас это может быть через месяц. Эта пара может сидеть у тебя через месяц, через два и так далее. Плюс есть же разные пары. Есть когда ему 62, ей 18. Естественно, бесплодие виновата она. Ну, кто бы еще. И они приходят сразу. Да, есть пары, где муж должен куда-то уйти, или он болеет, или они должны как-то заморозить материал. Вот сейчас. Знаете, какое количество замороженных сперматозоидов, мужчин, которые ушли, и которые куда-то уехали, ну, которые вынуждены участвовать в специальной военной операции, и они заморозили свои сперматозоиды, и жены остались. И это была удивительная тоже история, когда это все случилось сначала, и все так замерли, и у нас очень упала рождаемость. А потом женщины взяли себя в руки. Женщины вообще удивительные. Женщины, что хотите делать, я их обожаю. Они вывезли все, они вывезли этот мир. Они встрепенулись и поняли, что да, он может погибнуть, но он и до этого мог погибнуть, но ребенок останется. А ей нужен ребенок, ей нужна семья. И вот сейчас самое время рожать, а другого не будет. Какое количество браков заключалось, потому что они решили, что ждать больше некуда. Поэтому в ЭКО могут приходить здоровые пары. В чем там идея? Они стараются сделать много эмбрионов. Почему такая позиция церкви? Пришла здоровая женщина, ей забрали, ну, грубо говоря, 10-15 яйцеклеток, оплодотворилось из них 8 или 7. Ей говорят, приходят и говорят, какого будем пересаживать? Она говорит, ну, давайте с краю, что ли, возьмем. Взяли одного. 7 куда? Мы не знаем момент, когда появляется душа. Вот эти 7, и есть даже целая теория, есть даже целая работа научная, которая говорит о том, что у этих детей есть душа, и вот они лежат замороженные, и мы не знаем, на том они светят. То есть они и не на том свете, и не на этом. Потому что на вью и я вью. Да, и возьмут ли их, не возьмут, надо ли им 8 детей. И вот этот момент выбора, вот вроде церковь против момента выбора, против того, что убьют те 7. Да, что получается, вот из 8 готовых к подсаживанию, одного забрали, 7, ну, как 7 абортов сделали. 7 абортов, они их не возьмут. А вы знаете, что многие страны, допустим, в Израиле, там дают вам короткий промежуток времени, если вы не забрали, то их отдают бездетным парам. И самый дорогой адвокат в Америке на сегодняшний день, это адвокат, который по нерожденным детям. Пришла пара, сделали икон, у них получился один или два эмбриона. Они развелись. Он говорит, там мой генетический материал, отдавай назад. Ребенку пополам не распилишь. Адвокаты просто несу светных денег получают. Делят нерожденный материал. Насколько высок риск вообще при ЭКО родить ребенка с патологией? Там есть предимплантационная диагностика, она как раз смотрит, чтобы этого не было. Вот селекция пола оправдана только в том случае, если в паре, допустим, есть заболевание, которое передается только по мужскому или только по женскому типу. И тогда в этой семье нужен только мальчик или только девочка. Есть огромное количество пар, которые нарожали двоих или троих детей с одной и той же патологией, грубо говоря, с сахарным диабетом. И сколько детей у них будет, то есть это то самое редкое попадание, столько детей будет с этим заболеванием. И тогда оправдана селекция пола или просто там проводят диагностику и оставляют наиболее здоровых. То есть они точно знают, какого эмбриона пересаживают. Здоров он или здоров. Тот самый НИПТ, он производится до того. Подобный НИПТ, то есть они точно знают, мальчик это или девочка, здоров или не здоров. Есть такая диагностика, они ее проводят. Но тем не менее, это элемент выбора. А вот тот, который тебе не подошел по полу или вот куда он девается. Вот с этим связана позиция церкви о том, что они против ЭКО. Еще вопрос такой у меня. Я просто, мы с Настей столкнулись с ситуацией. Вы знаете с этим, что у нас первая беременность закончилось, ну и рождение ребенка Миши, он недолго прожил. Вот если мы говорим о семьях, которые потеряли ребенка, вот утрата произошла. Каков процент семей, которые после утраты расстаются? Больше 50. Больше 50. Да. Поэтому когда женщина что-то говорит в родах, она придумала себе план и так далее и тому подобное, и она очень четко не хотела. Вот они же приходят с четким планом, потому что она где-то услышала, где-то прочла. Мозг беременной женщины, он удивительный мозг. Сюда очень органично ложится удивительной информацией. Вдруг она решила рожать только так, но так не получается. И каждый раз, принимая решение для любого врача, это очень страшный момент, очень важный момент в жизни принять решение. С одной стороны, я ее знаю давно, и я знаю, что это ее желание. Я знаю, что для нее это принципиальный вопрос. Вот родить вот так, вот так она хочет сама родить. С другой стороны, я понимаю, что сделаю я ей кесарево сечение, он будет сильно лучше, сильно здоровее, и он просто там будет жив, допустим. И это вопрос, который мы всегда принимаем в сторону того, чтобы ребенок был жив и здоров. По счастью, уже очень много лет, благодаря Галинии Михайловне Савельеву, нашему незабвенным учителю, великолепной акушер-гинеколог, она умерла в прошлом году, она была самой невероятной в России, она сделала так, что дети стали нашими пациентами. Дети стали пациентами, наконец. Мы перестали говорить, что первого рода пробные и так далее. И вот благодаря этому мы всегда решаем в сторону ребенка. Потому что прекрасно понимаем, вот эти судьбы, много лет они проходят мимо тебя, и ты волей-неволей все равно это видишь, замечаешь. Очень мало семей, больше 50% семьи распадется. Поэтому то, что прожили вы, и то, что вы остались вместе, вы можете в этой жизни уже не бояться ничего. Все самое страшное уже было. Все страшнее этого не может быть в жизни ничего. Ни для врача, ни для самой семьи. И я не представляю, каких усилий вам это стоило, остаться вместе, не обвинять друг друга, не думать ничего плохого. Попробовать еще раз. Я вам больше скажу, мы не обвиняли вообще никого. Ни врачей, ни Господа Бога, ни друг друга, ни родителей, ни экологи. Это очень здоровые отношения. Это единичные. Все остальные, эта семья расходится. Потому что они не могут найти контакт друг к другу. Жена замыкается в себе, муж замыкается в себе. Люди банально не могут поговорить. Вы же это прекрасно видите каждый день. Банально. Не в сексе они не могут поговорить. То, что касается секса после родов. Там у женщин есть ряд осложнений. Они легко устранимы. Но им надо поговорить и понять. Есть целая категория женщин, которые после родов испытывают, наконец-то что-то испытывают. Вы меня извините, далеко ходить не надо. Все героини Мопассана или та же Софья Андреевна Толстая, она только после родов поняла, чего хотел от нее муж. И она только поняла, что это не так страшно и рыдать каждый раз. Не надо ходить в туалет. И что оно очень даже приятно. А бывает так, что некомфортно ей или ему. И они молчат. Не принято это сказать. Это легко устранить. Но не он ей не говорит. Вроде как неловко. Ну что он ей скажет? И она вроде как терпит. И ей неловко ему сказать. Отношения, когда люди остались после того, что ребенок родился больной или ребенок погиб, и люди остались вместе, все. Страшнее в этой жизни не будет ничего. Это самые здоровые отношения. И это невероятный труд внутренний каждого из них. Я просто смотрел, ну не статистику, а там заходил на разные форумы. Вот и Настя тоже вступила в группу там в социальной сети, где вот все родители, у которых, значит, пережили утрату ребенка, потерю. Вот. Ну у нас там, получается, Миша прожил месяц после родов. А там есть детки, которые в период, ну во время самой родовой деятельности умер. У кого-то через полгода, у кого-то через год вообще. Вот. И там действительно огромное количество семей и полных семей, но больше одиноких родителей, которые там находятся. Я был удивлен количеству мужчин, которые находились в этой группе, и при этом они расстались со своими женщинами, то есть у них не получилось. Но и он, и она находились в этой группе, но вместе уже не жили. Вот. Я согласен, что просто даже в тот период, когда Миша в реанимации лежал, там же много таких деток было. Я заходил, я несколько раз сталкивался с разговорами между родителями и своими сыновьями. Там жена лежит, я так понимаю, в палате, ребенок в реанимации, а там мама мужа в коридоре обсуждают не совсем приятные темы. Она ему говорит, я же тебе говорила. Это вот все, потому что она курящая, она курила. Она пила, помнишь, шампанское там на корабле. А помнишь, когда? И вот, а я сижу на скамейке, у него самого состояния такое. Ты больная, что ли? Ну, простите меня, ты подержи своего сына. У него сейчас там ребенок лежит, неизвестно, выживет или нет. И она ему стоит прямо вот накручивает, накручивает его против женщины своей. Я, естественно, понимаю, что многие люди, которые действительно пережили утрату, там очень сильную роль еще играет и окружение, и мамы, и папы. У нас просто, видимо, семья такая, да, мы все сразу сплотились друг с другом, друг к другу поближе стали, и мои родители, и Настины, и братья, и сестры, там кого только не было. Вот, и я, знаете, на что обратил внимание, что нет культуры, такой культуры эмпатии и сочувствия в обществе. С языка сняли. Да. А с чем это связано? Мы уже говорили сегодня про ПТСР. Сам шоковый период, да, похоронили ребенка, и ты вроде бы проходит несколько дней, еще проходит неделя, и близкие люди, друзья начинают замечать, что ты нет-нет, и где-то с улыбкой ответил, например, что-то старшему сыну, или, например, Настя с улыбкой что-то ответила, там, роди, маме своей или папе, или улыбнулась ребенку маленькому. И людям начинает казаться, что этому человеку становится хорошо. Он недостаточно горюет. Да, вот с одной стороны недостаточно горюет. Как должен бы. А с другой стороны, раз он уже ходит, чуть-чуть улыбается, значит, его можно и не поддерживать. И если эти родственники, друзья и знакомые были в твоем поле, там, неделю-две после похорон, проходит этот период, они исчезают. Живут своей жизнью. Их не обвинишь в этом. Они же не должны возле тебя сидеть 24 часа. Но они не понимают всего того, что с тобой дальше происходит. И я могу сказать, что я же помню, когда вот Миша умер, а я же постоянно веду вебинары разные, там, лекции какие-то. И у нас был офис в Москва-Сити, и там весь офис был разделен такими стеклянными перегородками. И у меня в кабинете, где стояло это оборудование, камера, вот, я оттуда вел вебинар. А моя жена сидит за перегородкой с ритуальным агентом, выбирает гроб. Вот она листает этот журнал, я вот так сижу, как напротив вас, камера стоит, и она здесь сидит. А я был в таком состоянии, что мне даже, ну, не то что плакать, у меня было ощущение, что мне кто-то взад засунул огромный-огромный такой бетонный столб, что-то там сверху закрутил, я не шевелиться не мог, просто в таком мертвом состоянии. А мне еще люди в этом начали писать после этого вебинара. Вы так хорошо провели вебинар, так все структурно, сдержанно. Я себе сижу и думаю, блин, какая структура, какая сдержанность. А я же помню, как Настя этот период проживала. И мне действительно интересно, после того, как мы похоронили ребенка, стало, почему люди, с одной стороны, как вы сказали, ты какое право имеешь смеяться, потому что я Настю сразу, буквально там через месяц я ее увез из России, вот. И начали писать люди, вот вы твари, вот вы уроды, да как так можно, все с вами понятно. Похоронили ребенка и на курорт улетели. А что надо было делать? Ну, видимо, в представлении этих людей, да, они думают, что там нужно находиться круглые сутки. У нас нет культуры горевания, у нас нет, я более вам того скажу, если женщина, неважно в каком возрасте она потеряла ребенка, у вас была самая тяжелая история, вы его увидели, вы его могли обнять, вы на него смотрели. И это самая ужасная история, потому что вы большой, вы сильный, а вы ничего для него сделать не можете. Ну вот он же здесь, вот он крошечный, вот казалось бы, ну вот выживают же, и вот такие выживают, и такие. А что с этим? Это самое тяжелое горе, самое большое, но для женщины одинаково теряет она вот на самом деле в пять недель, и они все говорят, я потеряла ребенка. И ты начинаешь выяснять, потому что это очень важно для последующего плана родов и так далее. То есть женщина не должна еще раз через это проходить никогда, поэтому ты должен смягчить максимально. И оказывается, что там была пятинедельная беременность, там его еще не видно было. Но она одинаково всю жизнь несет, это как потеря ребенка. Ребенка, которого ты видел, трогал и так далее, это просто невероятное что-то. И у нас нет в любом случае культуры проживания этого горя и среди медицинских работников. Мы тоже все замираем, мы тоже все цепенеем, мы, как вы сказали, с бетонным столбом. Хотя я знаю, что, допустим, во многих странах, включая особенно африканские страны, там, видимо, это более распространено, у нас все-таки, слава богу, это крайне редкое явление. И за всю карьеру там случается один-два раза, и это отдельный бич, как проживают это врачи. Ну, вот, допустим, в Африке, там есть, и в некоторых странах Европы есть отдельные долы. Женщина понимает, что ребенок замер внутриутробно. Синдром внезапной смерти плода никто не отменял. Что бы мы ни делали, что бы мы ни говорили, какими бы УЗИ и КТГ мы ни ставили, они все равно умирали и умирают. Единственное, что, слава богу, поменьше. Но, тем не менее, это существует. И приходит специальная дола, приходит специальная акушерка, и это отдельные специальные роды. И выясняется, что вся сила в мелочах, в том, что его после родов обнять, в том, чтобы его поцеловать, в том, чтобы его похоронить, в том, чтобы было куда пойти. Вы дали имя, вы о нем помните. И это что-то невероятное. Потому что в большинстве случаев просто отдают в общий морг, куда-то в общую могилу, видеть, слышать не хотят. Этим людям тяжелее. Еще гораздо тяжелее, потому что они все равно к этому вернутся, они начинают пытаться найти какие-то фотографии, такие, знаете, вот из секционного стола, с гистологического, потому что смотреть. Они не проживают горе так. Безусловно, это самая тяжелая история. Это больно, очень больно всем. И мужчине, и женщине очень больно. Но прожить, прогоревать это, и то, что люди встали и пошли дальше, это стоит невероятно. То есть вы по большому счету могли просто с этим всю жизнь жить и просто поучать. И когда случилось горе, и когда вы зашли на этот форум, вы увидели, сколько таких, да? Сколько боли. Очень много. Я понял, что мужчины в не меньшей степени... Понятно, что женщина... Это не обсуждается, да. А женщина переживает то, чего мы не можем пережить. Мы же не вынашивали этого ребенка. Там находились рядом. И мне кажется, вот эти пары семейные очень часто расходятся из-за того, что им не оказывается своевременная психологическая помощь. Они уходят в себя. Мужчина, естественно, я сильный, я должен со всем справиться, а по факту он не справляется с этим состоянием. Он не должен справиться. Он дистанцируется от проблемы, потому что уже жену свою воспринимает проблемы. А если еще социум, если еще близкие родственники, плюс его незрелость и неготовность к такому, конечно, это приведет в конечном итоге к расставанию. Ну, давайте вот немного о хорошем поговорим, потому что... Давайте много о хорошем поговорим. Я хотел спросить по поводу такой формулировки старородящей. Почему я об этом спрашиваю? У меня огромное количество аудиторий. Это женщины, которым уже за 35, ну, такие карьеристки, да, которые учились, 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 работали, 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 к чему-то пришли. И вот она, значит, пишет одна из этих тысяч. Марк, порекомендуйте какого-то психолога из вашей, из института, либо там из школы вашей, потому что мне плохо. Я красивая, зарабатывающая, самодостаточная, спортивная, с отличным здоровьем, прихожу и понимаю, что я попадаю в какой-то список старородящих женщин. Что такое старородящая женщина? Кто это такая вообще? С какого периода это начинается? И кто это придумал? Вместо того, чтобы женщине сказать, вот как вы в начале эфира рассказывали, да, что 51 год, первая беременность у женщины. Это она уже какая, ветхородящая? Нет, прекратите, она первородящая. Почему вы оскорбляете женщину, которую даже не знаете? Прекрасная женщина, просто стала плохо сердцем, испугалась. Я спрашиваю, если есть такой термин, старородящая. Уже нет, уже давно нет. Это было позорное клеймо на всех врачах, уже давно нам его ставят в вину. Раньше термин старородящая ставили 27-летним. Вот, я помню, 26-27 лет. Да, уже была старородящая. Так действительно писали на истории. Сейчас никто так не пишет, но указывается возраст. То есть будут написаны первые роды в 38 лет, первые роды в 40 лет. Более того, они нас очень выручают. Есть естественные... Это, возможно, в вашей клинике не используют такое? Нет, нет, нигде не используют, неправда. Не придумывайте. Ну, не придумывайте. За нашей клиникой тоже прекрасные люди, мы тоже учились, замечательные. Более того, придите в обычную поликлинику, там очень стараются доктора, и вообще, я за врачей, прекратите. Я за женщин, за врачей, вообще за людей. Нет, термин старородящий не используется давно. Он был действительно обидный. Он не используется. Более того, я вам хочу сказать, что, дай бог памяти, давайте по итогам прошлого года. В прошлом году, ну, значит, у нас население в Москве 2,6, из них женского населения 6,8. Видите, женщины перещеголяли мужчин, тут на полмиллиончика. Репродуктивного возраста, это с 18 до 49 лет, 3 миллиона человек. Женщин, которые в прошлом году рожали, из 130 тысяч, 103 тысяч родов было принято в Москве, из них женщин старше 30 лет, 53 процента. Старше 50 лет, 5 процентов. Чтобы вы понимали, это нормально. Есть, естественно, демографическая яма. Она связана с несколькими вещами. Ну, во-первых, начиная от 45-го года, мы отсчитываем, так далеко не будем. Второе, 90-е. Сейчас должны рожать девочки 90-х и 2000-х годов. Их было очень мало. Детей тогда, в принципе, было очень мало. Вы помните, времена были лихие, детей рожали мало, и каждую рожащую женщину спровождали с вами сумасшедшие, кое еще ребенка рожаешь. Это правда. Были голодные времена, девочек этих было мало. Второй важный момент, он очень важный. Закончился Советский Союз. Советский Союз закончился вместе с обязательной диспансеризацией для девочек. Разбежались женщины и девочки по разным мероприятиям. В школах перестали водить девочек к гинекологу. Ну, может быть, это и хорошо. Перестали их водить на предприятии. За женщиной вообще перестали смотреть. Все бесплодия тянутся оттуда. То есть вот этот прогал рождаемости 90-х, 2000-х годов мы сейчас и видим в результате двух этих причин. Их мало, и все они не совсем здоровы, эти девочки. Плюс кто-то из них действительно решил строить карьеру. Это не самая плохая модель. Она осознанно подойдет к материнству. Она способна обеспечить своего ребенка. Абортов будет меньше. Но нас вручают 80-е, 70-е. Иногда даже 60-е. Да, а что? Бывало и такое. Как вы относите... Да, простите, перебили. Не-не, не перебили. Просто самые ранние роды, которые я видела, это были мои самые первые роды, которые я приняла совершенно неожиданно для себя. Работая фельдшером скорой помощи, мне прямо в руки родила 14-летняя девочка. Я сказала, ого! И она примерно с матерью сказала так же. И мать сказала, я так же легко рожала. Матери было 28 лет на тот момент. И я вот с этим ребенком, с девочкой смотрю. Три девочки, по сути, было. Самые поздние роды, которые я видела, 63. 63. А еще была удивительная женщина, которой было 67. Но учитывая, что она была влюблена в юношу, она отписала себе 4 года. Такое изящное. Это очень по-женски, да? У меня была клиентка 69 лет, которая звонила и выбирала. Говорит, у меня вопрос. Их трое, а мне нужно выбрать одного. И начинает перечислять. Это такой-то, с такими-то плюсами, но есть небольшие недостатки. И что вы думаете, кого она выбрала? Ни одного из них, потому что нарисовался четвертый. И она сказала, ребята, простите, вы все классные, но этот лучше всех. Молодец. Сердцем надо выбирать. Чувствуй себя. Она, видимо, не только сердцем выбирала, а многими показателями. Но она молодец, правда. Но это же правда удивительная вещь, что у женщины расцвет сексуальный в 40, а у мужчины, скажите, ближе к 30. Оно может быть логично. И все объяснимо. И когда мужчины в возрасте смотрят на юную, понятно, кого не возбудит. Вспомните, да, Влада, у кого не возбудит 18-летняя голая женщина, девушка. И женщины по-другому смотрят. Другое дело, опять же, общество и так далее. Кто как живет. Нет, все живите, пожалуйста, со своими партнерами. Все живите в семьях. Все рожайте детей, все держитесь друг друга. Но, да, и в 14, и в 63, и в 14, конечно, не та история, которая будет и в 50, и в 40, и так далее. Возвращаясь к вопросу, старородящий диагноз не ставится, но указывается возраст. Понятно, что ни в 11 лет, ни в 51 год впервые рожающие не должны, наверное, рожать самостоятельно, потому что, ну, как бы, грубо говоря, не очень к этому готов организм. Там не созрело, а тут уже немножко, простите, поугасающе пошло. Поэтому термина старородящий не будет. Пусть не придумывает, пусть ищет проблемы в другом. А еще такой вопрос. Выпал из головы, бывает такое. Это у меня после коронавируса, кстати. У всех. Еще один вопрос задам, и мы будем заканчивать, если вы не против. А вы когда сказали про опустошение, я, знаете, вспомнила тоже ассоциативное мышление, вспомнила очень странную историю, когда, можно сказать, одну вопрос вспомните свой пока. Я думала, что люди, которые меняют пол, вот, кстати, по силе, поправьте, если не так, экзистенциальный кризис, когда женщина после родов, он равен смене пола или переезд в другую страну без нанизга. Ну, это индивидуально, конечно. Да, но в целом это вот так бьет. И для меня я всегда думала, что люди, которые меняют пол, потому что, ну, давно уже эти были пластические операции по смене пола, мы давно их знаем, ну, в медицинском сообществе. И я всегда была уверена, что это люди, которые меняют, потому что они живут в паре. Допустим, там встретились Иван с Петром и решили, что вот один из них будет Таней. Оказывается, нет, оказывается, что пол меняют глубоко одинокие люди. Это было для меня открытием. Глубоко одинокие люди меняют пол. Те, кто живет в паре, они живут в паре, им уже ничего не важно. Тоже интересное история. Ну, я согласен с вами, да. А еще у меня вот вспомнил вопрос. Семейная пара, все хорошо. Там, спермограмма у мужчины отличная. У нее все показатели хорошие. А беременность не получается. Может такое быть. Часто такое бывает? Ну, опять же, смотря сколько, вы считаете. Вот то, что я говорила. Раньше считалось 7 лет. Это ни о чем. Год – это ни о чем. Имеет право. Да, имеет право. Тут надо очень на многие факторы смотреть. Может быть, оказывается, что половая жизнь, знаете, она не так уж и часто, она не встречается. Он вообще, может быть, вахтовик и приезжает раз в полгода, и понятно, что они просто не совпадают с ее овуляцией. Либо они как раз, наоборот, очень следят за овуляцией. Знаете, и делают это строго в овуляцию. А овуляция не тогда, когда они. И они просто превращают весь этот процесс не совсем в то, что он должен быть. Мне кажется, что там очень много психологических аспектов тревожности, небезопасности. Но мы никогда не говорим таким парам, что им нужно разойтись. Нет, ни в коем случае. Я надеюсь, вы тоже не говорите, то есть смени партнера. Хотя бывают ситуации очень часто, когда мужчина или женщина видит, что не получается, и женщина уходит от мужчин, и мужчина от женщины уходит. И получается. И начинает получаться. Да, но мы сказать это не имеем права. Ни мы, ни вы это сказать не имеем права. И да, так действительно бывает, что вот в этой паре что-то не получается. А еще бывает так, что проходят годы, и ты понимаешь, почему не получилось. Или они все-таки добились своего. Для меня самым большим потрясением было, когда пошли первые ЭКО, и удачные ЭКО, и когда после ЭКО многолетнего бесплодия женщина после ЭКО приходила, забеременев сама, а после ЭКО женщина беременеет самостоятельно в большом проценте, чуть ли не больше 50. Психологически вот это снимается, табу, что у тебя нет ребенка, что ты не способна. И вот в тот самый неожиданный момент она вдруг беременеет себя неожиданно. Я знаю такие семьи. Да, очень часто. И они приходили на аборты. И это было так больно. И так я прям даже не сдерживался и говорила, послушайте, ну вот выходили, вы просили. Там понятно, что женщины, которые переживают пары, которые переживают бесплодие, они пускаются во все тяжкие. И в эзотерику, и в религию, и в медицину. Они следуют всему. Они находятся в таком стрессе постоянном. Если они действительно этим прицельно занимаются. Выходили, вы просили. Вы взяли сами, ну вы взяли ребенка. У вас есть ребенок. Она говорит, сейчас он не ко времени. И такие случаи очень часто, когда первый раз ЭКО, многолетние бесплодия, а потом появляются детки самостоятельно, а они не ко времени, они не нужны. Это тяжело, это больно. Не хотелось бы. У вас есть мечта какая-нибудь? Прямо заветная, заветная. Я вообще очень мечтатель. И я этим живу. Я мечтатель, и я вдохновляюсь от людей. Я живу. Все время у меня какие-то планы, прожекты. Более того, сам путь к мечте для меня гораздо важнее, чем когда она сбывается. Но она есть какая-то, прям большая, глобальная. Нет, их много. Прям большой такой нет, их много. И как-то, слава богу, работа такая, что день, ночь, сутки прочь. Без самоанализа, без самокопаний. Живется, как живется. Каждый день с Божьей энергией. Каждый день. У меня же, видите, такая удивительная профессия, которую профессией это назвать нельзя, это скорее образ жизни, где каждый день жизнь. У меня очень мало горя по счастью. И то горе, с которым я встречаюсь, оно, конечно, у меня выбивает из колеи, как и всех. У меня все время счастье, счастье, счастье. Очень мало таких врачей, очень мало таких профессий врачебных, где все время счастье. Ни травматологи, ни кардиологи, ни детские онкологи не могут этим похвастаться. Они каждый день поронят. Вы уже окситоциново-зависимый человек. Да, более того, меня мало чем испугаешь. В зале, в родильном зале там уже окситоцин, он просто как в бассейне водяном. Ну, невозможно быть равнодушным, когда ты каждый день встречаешь человека с того света на этот. Это, кстати, про вопрос о мужчине, которого рвало в родах. Это удивительная история. Вообще никогда никого не рвет. Никогда мужчина, более того, вы можете идти по улице и принять роды у любой женщины, никогда вам не будет плохо. Вот не будет вам плохо. Это такой тектонический разлом в этот момент происходит. Я думаю, даже вот наши зрители, они найдут в Инстаграм этих рилсах, там прям картинка, лежит женщина, кричит, рожает, он стоит возле нее, держит. И так голову туда заглядывает. Не, ну там мог быть не ребенок, там могло быть что-то пониже. Может быть. Да, ну это удивительная история. Но обычно никогда никому не бывает плохо. Знаете, когда вот Настя рожала, я же пошел отрезать пуповину. Да. Вот, пуповину перерезал, вы еще берите на руки, у меня всего трясет. Я разворачиваюсь и вижу все это вот, все, что там было, естественно. Ну с обратной стороны, то есть я у изголовья был, а не с той стороны. Ну как-то я не знаю, я к этому нормально отнесся. Это возможно, конечно, ассоциативное сравнение не очень, но я вырос, а какое-то количество времени в деревне, где там на моих глазах и кур, и петухов, и кабанов резали. Ну правда, и где-то мне приходилось это самому делать, потому что мама с папой на работе, тебе надо утку забить, распотрошить ее, вскрыть. У меня были ситуации, когда я там получал какие-то повреждения с металлическими предметами в ногу, и меня привозили в больницу, вообще в регионе, где пьяный врач, пьяная медсестра, в непонятном состоянии, у них один клиент в месяц, там глушь полнейшая, мне нужно это вытаскивать из ноги, а она смотрит и не знает, как это сделать, ну вытащил себе сам. Ну это, конечно, ох, я не представляю, зачем мужчины тогда, мы опять к этому возвращаемся, идет рожать женщины, если... Ну ради момента того, чтобы увидеть своего малыша. Ну, во-первых, давайте честно, мужчины, многие ходят, поэтому если он не придет, она потом ему это вспомнит, что вообще все были с мужьями, и только тебя не было. Ну это если пара, как вы сказали, что если отношения в паре не очень... Ну любые приходят же, это первое. А второе, очень успокаиваются мужчины, проходит время, и если роды, допустим, долгие, то он, конечно, подуспокаивается, и уже, может быть, не так впечатляется, но момент, когда он видит своего малыша, он, конечно, бесценный. Сказать вам, что эти пары никогда не разведутся, я не могу. Они развелись точно так же, как развелись, если бы они не ходили на роды. Но для женщины это важно, это хорошо, если это важно для нее и для него, и они пришли, и потом мужчина, он же волен ходить куда-то, выходить. Эта женщина пришла уже, и она вынуждена, она рожает, какие-то позы определенно принимает, она в процессе. А он может выйти покурить, он может выйти перекусить, он может снова вернуться, мы его поставим куда надо, он увидит ребенка, он возьмет на руки, и он проникнется этим процессом. И очень много мужчин, действительно, это как было, так и есть, те, которые не собирались никаких пуповин перерезать, и вообще-то на это махали руками. Ты как-то автоматически спрашиваешь, будете перерезать пуповин? Он говорит, буду. И идет, перерезает. И прям вот это сакрально. Я тоже не знаю, что мне надо будет перерезать. Пока вы мне не сказали, что сидишь, говорит, иди. Ну, потому что это важно, потому что вы дали жизнь, вы продолжаете. Здесь вот совершенно другая, такая мягкая, открытая, а я же понимаю, почему вы собраны. Ну, я женщина-хирург. Да, там невозможно в родильном зале ходить еще и мужу роженице, улыбаться, и все будет хорошо, не переживай. Чужому мужу вообще не надо улыбаться. Нет, но все-таки, знаете, проявить какую-то поддержку, эмпатию. Я когда туда зашел, то есть я, в принципе, был готов к тому, что там все будет жестко. И я вот с Настей в липтом сидел возле нее, слышу ваш голос. А, я же Давида, вы когда подняли его, я его видел, у меня, естественно, слезы. Вот, вот ради этого надо ходить. Сидишь там, вставай, иди пуповину обрезай. А еще же первый, первый увидел, первый увидел. Вот это очень важно. Или я обожаю, когда мужчина говорит, я все видел. Он говорит, да ничего он там не видел. Он там вообще с другой стороны стоял. Я все видел. Это важно. Это важно и совершенно точно. Вы видите, и вы увидели Давида не там без глянца. Мы же вам не приводили его в глянце. Вы увидели, как увидели, но это совершенно другое ощущение. Не может быть равнодушным ни один человек, который увидел рождение ребенка. Не может быть. Считалось, во многих деревнях считалось, что если женщину, другую женщину, ну, когда не было еще акушерок, врачей не было, не позвали на роды, то какая-то она странная. Вообще хорошую женщину должна... Вот энергетика просто. Софья Андреевна Толстая. Вы знаете, что ее звали на все роды? То, что у барыньки энергетика была хорошая. И это же знаменитый случай, когда, правда, она пришла, и у женщины случилось кровотечение. И акушерка вдруг закричала, открылись смертные ключи! И Софья Андреева сказала, продолжаем останавливать. Они просто клали вату и лед. Ну, ничего другого не было. И она потом писала в своих дневниках, что женщина выжила и прожила долгую несчастливую жизнь. Муж колотил ее каждый день. Но барыньку звали на роды, потому что энергетика хорошая. Энергетика родовая, это совершенно иная энергетика. Она проникает. Вот ради этого стоит прийти. Стоит прийти мужчинам. Я буду ходить теперь на все роды. На все роды. На соседские. Нет, ну зачем на соседские? Так, может, понравится, побежишь еще и сможешь. У нас была история, когда приходил соседний бокс. Это хорошая идея для бизнеса. Если, ну как, психологически воспитать мужчин, прям вот взять мужчин, актеров, воспитать их, дать им наставление, как поддерживать женщину во время родов. И тем женщинам, которые рожают самостоятельно, нет мужа, рожают для себя, приводить его в качестве поддержки. Вот он ее за ручку там поддержит, поговорит. Такая профессия уже есть, я вынуждена вас расстроить. Она называется дола. Ну это женщина. Да. А мы говорим про мужчин. Ну чужой мужик будет тут тебе еще сидеть. Будет. Краптить. За деньги будет. За деньги, да еще и за твои деньги. И свой ты можешь недорог в этот момент, еще и чужой тут будет гундеть. А вы же говорите, что женщина себя непредсказуемо ведет. Все непредсказуемо. Она может повернуться и сказать ему, и ты такое же говно, как и мой. Да, да, да. Ничего личного, у меня такой же Валерик. Да. Поэтому ты имеешь право сказать. Спасибо вам. Спасибо вам. То, что вы пришли. Я долго ждал. Я вообще думал, сразу, когда Давид родится, пройдет какое-то время, и мы с вами встретимся. Я надеюсь, мы... Дай бог встретимся. Да. Мы еще обязательно увидимся. Я думаю, если вам у нас понравилось. Я все скрестила. Мои желания обычно исполняются. Отлично. Тогда мы, значит, ждем. Я уверен, что нашим зрителям тоже понравится. Спасибо. Спасибо всем. До новых встреч. Мои желания. Пока. Пока. Пока.